Привет всем, дорогие друзья! Друзья, с вами снова подкаст «Разговор о кино» и с вами его несменный ведущий, я, Док Джокер и мой соведущий, соведущий, ты жив? Да, я жив. Здравствуйте, с вами Джек, привет. Сегодня у нас необычный выпуск, потому что мы обсуждаем, вопреки, по-моему, мы с тобой, Джек, никогда в рамках «Разговор о кино» главной темой не ставили какой-то мейнстрим-фильм, да? Абсолютно такого не было. Да, то есть у нас всегда либо какие-то авторские, или андерграунд-фильмы какие-то, либо что-то, что всё-таки не доходит до того, что нельзя назвать, причислить к мейнстриму. Но сегодня мы делаем исключение ради фильма, который очень многие люди и киноманы ждали. Это «Звездные войны», эпизод 7 «Пробуждение силы», в частности, я его дико ждал. Да, и сегодня у нас ещё более необычный подкаст, даже несмотря на вот это. У нас впервые за всю историю шоу сегодня будет гость, гость по имени Борис. Здравствуй, Борис. Привет. Это его первый подкаст, так что не смотрелось. Борис большой фанат «Звёздных войн», и он сам издавил желание поговорить с нами сегодня в этом подкасте о «Звёздных войнах». Поэтому да, сегодня мы будем весь рантайм нашего подкаста говорить о «Звёздных войнах». И начать эту дискуссию я бы хотел с того, чтобы спросить вас, с чего началось ваше знакомство со «Звёздными войнами», когда это было, если вы помните, и ваше нынешнее отношение к этой серии. И я думаю, стоит начать с гостя. Борис, какие у тебя воспоминания вообще? Ну, я начал... Я второй раз посмотрел «Звёздные войны», это был эпизод первый. Я посмотрел его где-то в 5-6 лет. Ну, тогда ещё не вышел ни второй, ни третий эпизод. Трилогии прикрыло. И я начал смотреть оригинальную трилогию. И как-то она мне больше нравится, даже сейчас, но всё-таки, наверное, эффект «Утёнка». Мне до сих пор нравится первый эпизод. Да, и несмотря на то, что сейчас уже будучи более взрослым человеком, ты осознаешь многие его недостатки, всё-таки остаётся какая-то любовь к этому эпизоду, да? То есть ты посмотрел первый эпизод, второй, третий ещё не вышли, и ты уже вернулся к оригинальной трилогии тогда, да? До выхода второго и третьего эпизода, соответственно. Но твоё общее отношение к серии, как ты оцениваешь фильмы, градируешь их как-то, и к чему больше у тебя сердце лежит, к приколам или к оригинальной трилогии? Я-то знаю, но наши слушатели ещё нет. Ну, да, к оригинальной трилогии ближе всё-таки сердце лежит. Да. А к приколам, в общем, у тебя какое отношение? К приколам, ну... Да-да, в общем. К приколам такое себе, ну, типа на разок можно посмотреть, а так, нет. Нет, жгите их. А вот здесь бы я с тобой согласился, Джек, а твоё знакомство со Звездной войной как проходило вообще? Ну, произошло, но когда у меня был VHS-овский видеоплеер, я тогда вообще ничего не знал о Звездных войнах, и у меня досталась, не помню от кого, кассета с эпизодом первым, с Криды Угрозы. Ага, то есть ты тоже с первого эпизода начал знакомство. Да, именно так. И вот я помню его лучше, чем какой-либо другой эпизод. Потом уже в более осознанном возрасте, когда я стал более гиком, познавать все эти тонкости комиксов, тонкости различных эпических саг, там, Стартрек и прочие, Гарри Поттер, там, Хоббит. Воссталин колец. Да. Я начал делать марафоны такие, пересматривал все фильмы, руки дошли до Звездных войн, и я пересмотрел все эпизоды по порядку, повествование истории. И старые части, три части 80-х годов, мне нравятся за их антураж, их душу, а приквелы мне нравятся за счет и повествования предыстории. Мне нравится, когда сначала смотришь, что случилось, и потом смотришь, а как это случилось? То есть от тебя тебя привлекает эта идея сама, да, вот этого возвращения в прошлое, чтобы узнать какие-то детали, которые, возможно... Я очень завораженно смотрел, как Энакин становился таким грандиозной личностью. Мне нравятся, кстати, мои становления. Поэтому я их разграничиваю, я их не смешиваю. Три первых и три последних вышедших. Ну, то есть, да, они разные, они абсолютно разные. То есть для тебя это две разные картины, которые... Как бы вот есть картина приколов, картина оригинальной трилоги, да? Да, я точно сказал, да. Понятно. Ну, у тебя довольно такое, в принципе, толерантное отношение к приколам, насколько я понимаю. То есть, в общем, в целом ты не против них, да? То есть они по-своему тебе нравятся, да? Да, путь желуд. Да, хорошо. Ага, окей. Так, ну, тогда я расскажу. Мое знакомство, оно у меня было очень удивительное. Мне, я не знаю, я не знаю, сколько мне было лет, честно говоря, не вспомню, но было, возможно, даже меньше пяти, а может быть, чуть больше пяти лет. И у меня тоже с ВХС началось знакомство, но это была «Империя наносит ответный удар». То есть я начал знакомство с серией, возможно, с его самого лучшего фильма. И подарила мне на день рождения мама эту кассету «Империя наносит ответный удар». То есть можно представить мое смятение, когда я смотрел все это, потому что «Империя наносит ответный удар» это сиквел новой надежды. То есть это фильм, который стоял посередине старой трилогии. И я смотрел фильм, где тебе уже не представляли героев, потому что их представили в предыдущем фильме. Тут они уже есть, тут уже история развивается своим натуральным течением. Я был просто брошен в этот мир «Звездных войн» именно с этого фильма. И я должен был просто понимать, пытаться понять, что вообще здесь происходит, что за лазерные мечи, что за чувак двухметровый в черном костюме с плащом, что за зеленый гоблин на какой-то болотной планете, что здесь, кто все эти люди, о чем они говорят, что здесь происходит. И я был настолько сбит с толку, что я так и не смог понять вообще, о чем этот фильм. И вот этот вот поворот «Люк, я твой отец» для меня не сработал, потому что я не знал, кто такой Люк, кто такой Дарт Вейдер, что здесь вообще творится. То есть вот этого большого момента, вот этого «Он его отец!» у меня вот этого не было. Да у меня тоже не было, кстати, потому что это момент транжирования. У меня какой-то непонятный вопрос. Ну, потому что вы уже смотрели прикрыла до этого. Нет, дело в том, что он во всех СМИ, во всех медийных источниках фигурировал, «Я твой отец!» и как бы он стал такой мейнстримной фишкой, и уже интересно было, да кто там, кому отец! Я посмотрел уже после этого. Да, ну да, то есть это, я думаю, было сокровище для тех, кто застал это все в кинотеатрах, для того поколения. То есть те, кто именно в процессе всего этого все это как бы получали с такими правильными порциями, не как мы сейчас, некоторые вот опять же смотрят с 1, 2, 3, 4, 5, 6, что вообще абсолютно неправильно в принципе, потому что надо смотреть ну 4, 5, 6, а потом 1, 2, 3, иначе сам Твист, Люк и «Я твой отец!» он в принципе вообще ничего не значит. Ну да, так или иначе, да, такое было мое знакомство. Я, мне фильм не понравился в то время. В то время мне он не понравился, но потом, у меня вообще интересно, прикольно все это вообще с «Азвездными войнами» обстоит, потому что потом отец привез, уже в 2000-х, отец привез с видеопроката кассету под названием «Скрытая угроза». На ней красовался Дарт Молл, который на тот момент мне казался вообще самый крутой персонаж во всех фильмах всех вообще времен, с его двойным световым мечом, я его еще до просмотра фильма были вот эти наклейки, фантики вот эти всякие, и он там был, и мне настолько казалось это крутым, двойной световой меч, я думал, что ничего круче в жизни вообще уже быть не может. И я так хотел этот фильм посмотреть, я просто умолял отца, привези с города, а мы в поселке жили, привези с города, пожалуйста, мне эту кассету, и он говорил, не, я не буду, но специально, чтобы я не знал, что он мне привезет. Потом, когда он ее привез, я был просто на седьмом небе отчасти, и когда я посмотрел фильм «Будучи мальцом», мне он очень понравился «Скрытая угроза», и, но по сути, все, что я делал, это перематывал на те моменты, где с световыми мечами что-то происходит, потому что в этом фильме очень много экспозиций, ее просто ужасно много. Он начинается даже вот в этом ползущем тексте с того, что там про какую-то политику галактическую, какие-то сепаратисты, какие-то налоги, что это вообще такое. И в этом фильме очень много разговоров про политику, разговоров там про какие-то соглашения, и уже в детстве я понимал, что я не хочу все это смотреть, я просто перематывал и до того момента, где Дарт Молл будет драться с Оби-Ваном и Клай-Гоном, и, да, и... А часть политики вообще на этих никому не нужна. А если ее вынуть абсолютно, еще ничего не потеряет. А на ее место состоит приключения и действительно интересных персонажей. И был бы даже хороший фильм, я бы вам сказал. Но так или иначе, да, и застал я Фантом Мэнос, когда еще Войны Клонов не вышли. То есть я, так же, как и Борис, то есть я ловил их по ходу их выхода, эти фильмы. Я был очень всегда так, очень ждал все эти фильмы. И когда я видел рекламу там, Войны Клонов, значит, вот это вот... Атака... Или Атака Клонов, как называется второй эпизод, я уже путаю там... Атака... Войны Клонов это сериал. Да, я путаю это. Вот. И да, я походу... И когда вышел третий эпизод, я просто сказал, это лучший эпизод из прикелов, что был. И я по сей день так считаю. Я по сей день считаю, что Месситхов это лучший эпизод из трилогии прикелов. Ну вот, я что хочу спросить. Как вы, ребята, себя позиционируете по отношению к Звездным Войнам? Фанат, не фанат, просто нравится. И как большое ли место в вашей жизни занимает эта сага? Начнем с Бори. Бори, что ты скажешь? Ну, думаю... Ну, я думаю, можно мне все-таки к фанатам приписать. пересматриваю, не знаю, раз в два, в три месяца оригинальную трилогию. Где-то так. Да, Джек, у тебя какое отношение? Я не могу назвать себя фанатом, но я из тех людей, которые будут яростно защищать всю шестилогию, если кто-то начнет говорить, что да как так можно? Звездный, этот лазерный меч не может существовать. Короче, есть и такие люди. Есть такие люди, да, против которых хочется идти и с этим самым световым мечом их и порубить на куски, короче, да. Ну, я вот себя считаю фанатом, я, конечно, как Борис не пересматриваю раз в два месяца трилогию, но оригинальную трилогию. Про приквелы я вообще пытаюсь забыть, что они существуют когда-либо, потому что я резко отрицательно нашусь к приквелам, даже с третьей частью вместе, я считаю, что это не кудышные абсолютно фильмы, которые просто на уровне синема, на уровне языка кино, они абсолютно патентны, но, что касаемо оригинальной трилогии, я считаю, что одни из лучших фильмов, что были в истории созданы, они такой резонанс внесли вообще в само понимание кино и понимание похода в кино, что, и они, наверное, даже изобрели понятие блокбастера, я думаю, вот эти фильмы, то есть, новая надежда, империя наносит этот удар особенно, они как-то подняли вот эту космическую оперу, они даже переизобрели, мне кажется, в жанре кино, так еще никто не делал космическую оперу, и да, оригинальная трилогия это одни из моих самых любимых фильмов, я каждый год хоть раз, но пересмотрю всю трилогию, я дико обожаю все эти фильмы, поэтому да, но будет интересно, у нас здесь есть две перспективы, двух фанатов, одного такого просто почитателя этого всего сериала, но мы сегодня, конечно, будем говорить по большей части именно о новом фильме, Force Awakens, кто, ребят, что от него ждал, и что мы в итоге получили, я думаю, я по очереди у вас буду спрашивать ваше мнение вообще обо всем этом экспириенсе, как вы ждали этот фильм, как вам это давалось, ожиданий, что вы в итоге получили, что вы об этом думаете, Борис, что у тебя по этому поводу? ну, я получил то, что ждал, честно скажу, ждал я его, не знаю, как только его анонсировали, как только Дисней купил права на логофильм, когда они заявили, что седьмой эпизод будет, с тех, с того момента я начал ждать. Ну, у тебя была какая-то вера в то, что это будет хороший фильм, или у тебя за тобой следовало призрачное ощущение, что может так с приколами получится? Нет, не было почему-то, почему-то не было такого, потому что получится хуже. Ты был уверен, да, что, в принципе, это будет хороший фильм? Да. Ну, 50 на 50. Так было, но... Я вот всегда хотел бы увидеть предложение, даже когда они анонсировали, а вот когда был анонс официальный, я был удивлен, как маленький ребенок, и мне очень хотелось посмотреть. Ну, короче, экспириенс у меня удался. Соль была вообще офигенная, я удачно просто попал в кино, поскольку я пошел на сеанс, ну, незначительно большой зал, но с хорошей акустикой, и главное, с уникальными сидениями, которые двигаются, вибрируют под происходящее на экране. Дип-бокс-зал такой, я решил опробовать, и удачный момент выдался, потому что вышли «Звездные войны». я пошел один, без кого-либо, чтобы никто не мешал, нафиг. Сел спокойно в это офигенное кресло. Согласен, надо было так идти. Да, А, особенно не идти с человеком, который не знает, чтобы он тебе не спрашивал, «А кто это такой?» на ушко, и ты полфильма пропускаешь просто. Вот, да, сел. Попкорн нахер, Кока-кола нахер. Сидишь такой, глаза открыл, третая там, нормально все, и впитываешь. И вот, первые пошли минуты, и я получил колоссальный культурный шок. Во-первых, от первых голубых титров, да, в далекой галактике, тут уже болелась малафья. Вот, дальше что происходило. Показали, ну там, космос был, и полетел корабль, да, какой-то? Да, космос был, полетел корабль, это «Звездный войн». Ну, да, Олег Инатьевич. И в этот момент мое кресло начало как бы отшатываться, вот так вот. И дальше все, что происходило, я получал в трехкратном приумноженном погружении. Любой выстрел лазера, любой взмах отдавался у тебя в задницу. Не только в задницу, в задницу по спине крайне плавно, очень комфортно. Вот, и от этого я то есть заливал все больше и больше весь зал, первые ряды уже умерли, задохлепнулись. О, боже. Да, вот. И когда я выходил, мне понравилось абсолютно все, потому что я был очень доволен. У меня не было никакого осадка плохого, я не был разочарован. Ну, конечно, кое-какие моменты были, но я думаю, мы об этом позже обсудим. Конечно. Это очень положительное мнение. Сам экспириенс у тебя удался, такой веселый и удовлетворяющий. Просто был отталк. То есть, summer movie, такой, который вышел зимой, и, то есть, он тебя очень порадовал. Борис, я знаю, у тебя история насчет первого твоего экспириенсов. Да. Поведай ее. Первый экспириенс. Все было нормально, но мы пошли, не знаю, получил сам 10 человек, но один из них, это просто отдельный кадр. просто я его ненавижу до сих пор. Он орал на весь зал в кинотеатре, какая-то параша, а потом при выходе из зала на весь троговой центр лил желчно этот фильм. Просто не нравится. Но потом на следующий день один сходил в свой местный кинотеатр. Ты в каком-то формате смотрел или в 2D, или в 3D, или в iMac, возможно? Первый раз в 3D, первый раз в 3D сходил, а потом в обычный 2D. Так что где-то, где-то, кстати, больше понравилось. Ну, и там, и там понравилось. Какая разница, когда Han Solo обнимается с клеей органой? Я знаю, пробуждение силы вроде как снимался как обычно, то есть не 3D камерами, а 3D было уже потом с помощью пустой проводки. Да, пробуждение силы снимался самым традиционным способом, по старой системе, по той же самой системе, по которой снимались и оригинально. В некоторых моментах заметно было, что 3D наложен, и глаза начинают немножко вставать. Да, ну, я смотрел в iMac, это был мой первый iMac experience, я до этого всегда в 2D смотрел, ну, редко в 3D, когда уже не было других альтернатив. iMac, я себе еще ни разу не позволял пойти и купить этот дорогой билет, но здесь было достаточно, я пошел на самый первый сеанс за день, который был самый утренний, самый ранний, и он довольно, довольно дешевый был для iMac. И я впервые увидел, что такое вообще iMac, это огромный экран, и главное, что я почерпнул оттуда, это то, что картинка наиболее четкая из всех 3D, которые ты попробуешь, iMac, там самая четкая картинка, даже настолько четкая, как будто бы ты включил бы Blu-ray дома и смотрел бы, то есть картинка очень четкая. И iMac сделала таким образом, что если ты даже сидишь с краю зала, изображение поворачивается на тебя, ты воспринимаешь его так, как будто ты сидишь в центре зала. Круто. То есть у тебя нет ощущения, что фильм показывают для других, а ты так слева присел там и просто на табуретке смотришь такой. Нет, ты в центре экспириенса, даже если ты не в центре экспириенса, так скажем. Это было очень здорово. Опять же, звук офигенный был в моем зале, и сам экран был огромный, я ощущал вот эту всеобъемлющую силу звездных войн. И вот для меня самое эмоциональное было в начале, это когда вот просто вот этот этот и пошли вот эти желтые титры, меня переполняли эмоции. И я, в принципе, кино ни разу «Звездные войны» не смотрел до сей поры. То есть это во многом для меня, первый раз во многом для меня это был вот этот именно поход. И первый «Звездные войны», и первый «Аймакс», и я не знаю, что еще, ну, на минуту-четыре вещи. Но это, да, действительно, это были очень эмоциональные вот эти вот титры, которые я сто раз видел на телевизоре, увидеть именно на большом экране кинотеатра, как они вот плывут туда. И когда я первый раз смотрел фильм, я был настолько, я настолько был перенаполнен эмоциями, что я даже не мог прочитать, что вообще в этих титрах написано. Мои глаза бегали туда-сюда, но я не мог вообще ничего понять, что там написано. То есть я там понял, типа, люк с кавокер исчез, какие-то, что-то кого-то послали лучшего какого-то там пилота куда-то, я ничего не мог понять, но я просто был переполнен. Но потом начался фильм, и я увидел вот эту режиссуру, которая, боже, в приколах ничего подобного нет. Я увидел эту планету, я увидел, что все настоящее, что вот этот дроид, как камера вокруг него летает. Вот этот абсолютно новый дроид, абсолютно новый дизайн, он с первых секунд ощущался таким живым. и это достаточно, на самом деле, для меня был такой вопросик, сможет, ну, будет ли работать этот дроид в этом фильме, так же, как старые дроиды работали предыдущих, как R2-D2 и C-3PO. Но, боже, я вот должен сказать, BB-8, они абсолютно офигенно его сделали. Каждая шутка, каждый его момент с ним сделан изумительно. Он просто вписался невероятно круто в этот фильм, что вы... Ну да, объявят, мы еще поговорим. Я просто хотел добавить по поводу желтых титров, традиционно ползущих вдаль космоса. Я когда тоже сидел, у меня уже просто начинали слезы литься, и когда эти титры шли, я начинал читать, я слышал, как люди еще только-только зашедшие, приготовившиеся после трейлеров смотреть, шушукаются. Вот, то есть, они еще не понимают ничего, и я такой, у меня было очень сильное желание кричать им, читайте, глупцы! Потому что это же... Как... Да, как Гендальф кричал, бегите, глупцы! Да, 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 бегите, блинцы! Вот, они не читали, они... Ну, сейчас, ладно, пройдет, это сейчас начнут похачивать на святых мечах, я уже понимал их мысли, этих проклялов, этих проклятых потребителей их убивать. Ага, да, но я должен сказать, так как я сам того не осознавая, попал на фанатский сеанс. Ведь самый первый, если ты идешь с самого раннего утра идешь на фильм, то ты задроты... Ты по-любому идешь... Нет, да, 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 ты идешь с фанатами, потому что только такие же, как ты, задроты пойдут с утра на этот фильм. Я этого не осознавал, но каждая, каждая, вот этот фильм, он как построен, через какое-то время они потихоньку показывают одного за другим старых персонажей, да, там, Хан Соло и Чубакка, потом появляется Лея, в самом конце появляется Люк, там, C-3PO и R2-D2 тоже по очереди появляются. И каждое вот это появление сопровождалось громкими аплодисментами в моем зале. Все были действительно возбуждены от всего вот этого, что происходило. И теперь они видят их новую историю, как что-то с ними другое происходит, вот с этими персонажами. И все были очень в восторге в моем зале. И когда вообще начались титры, в моем зале была мертвая тишина и в принципе почти весь фильм была такая довольно-таки могильная тишина. Все просто смотрели фильм как, я не знаю, очень религиозный такой был экспириенс в этом плане. То есть все действительно впитывали и боялись пропустить любое слово, которое будет сказано персонажами. И каждая шутка встречалась смехом, я должен сказать. Юмор в этом фильме работает, на мой взгляд. Мне кажется, он здесь очень человечный, он написан людьми, наконец, в отличие от приколов, где юмор был настолько странный, что ты не понимал вообще, как на нем реагировать. Здесь я ощутил юмор как в оригинальной трилогии, но на новый манер для новой публики с новыми какими-то восприятиями юмора. В этой части он был самый смешной из всех, самый съедобный, я бы так сказал. Там все шутки выстреляли, потому что они все выстреляли и везде тайминг был безупречный, на мой взгляд. Вот каждое слово, каждое телодвижение, каждый поворот BBA, где он, например, реагирует на Рэй, потом на Финна, и он там мечется между ними. Каждый тайминг был просто мастерски, мастерски выбран. Даже тот момент, где Финн показывает ему большой палец, и у него выдвигается зажигалка, у нас зал просто взорвался от хохота, все просто не могли, они не знали, что делать с собой после того, как он это сделал. Мне понравилось то, что они смогли даже применить юмор к главному злодею фильма. Это просто, мне крышу сносит, что они смогли создать вот этого грозного Кайло Рена, действительно, внушает определенные эмоции, вот эти вот страхи и так далее, угрозы. Только когда он у него маска. Да, вот мы еще об этом говорим, мы сейчас говорим об этом. И они смогли применить к нему юмор, это изумительно, и он был смешной, но при этом он не нарушал его мифологию как злого персонажа. То есть, где он, например, когда он злится, он просто своим мечом начинает разносить все эти панели вот эти вот с этими компьютерами, и ты просто видишь искры, которые везде летят во все стороны. Там два таких момента есть, где Кайло Рен выходит из себя, и я не помню, чтобы раньше в серии к злодеям применялся юмор. Я такого ни разу, честно говоря, не помню. То есть, возможно, можно было как-то с юмором подойти к тому, как Дарт Вейдер душит своих всех вот этих вот людей, которые приносят ему плохие известия, он просто начинает их душить. К этому можно отнестись с юмором, но ты не уверен, что это подается как шутка. Здесь это абсолютно точно шутка, и она работает, черт побери, это вообще офигенно, я считаю. Ну, хорошо, для того, чтобы нам было как-то легче об этом огромном фильме рассказывать, я думаю, мы можем по хронологии фильма просто пойти, как мы помним ее. То есть, все начинается с Жаку, где мы видим, что Пода Мирон, новый персонаж для серии, получает последний кусочек карты, по которой они могут найти Люка Скайуокера. То есть, в этом промежутке времени Люк Скайуокер ушел. Он давно покинул всех своих друзей, он вообще в Астшеллендж ушел, и все теперь его хотят до смерти найти, чтобы он, собственно говоря, вернуть его как в семью, Лея очень хочет этого, и чтобы он помог сопротивлению против нового порядка, первого порядка. И вот как вообще вся эта сцена, она такая темная, она начинается в ночи, мы впервые видим BB-8, как он смотрит куда-то там вдаль, как штурмовики за ними уже летят. Мне вот этот первый кадр очень дико понравился, по-моему, ну, он не первый, самый первый, но на Джеку это самый первый кадр, где камера просто облетает вокруг BB-8, вот вокруг него, и как такой облет очень делает кинематографичный, и вот ты с самого вот этого первого момента можешь понять, что это не приквелы, здесь не будет скучных вот этих плоских планов внутри вот этих боксов зеленых, на фоне которых они просто потом на компьютере добавляют весь имидж, ты видишь сразу горизонт, ты видишь глубину кадра, ты видишь, что это реально песчаная локация, и ты видишь, что камера делает такие вещи, которые приквелы в принципе ты не можешь увидеть. И вот это сразу в меня вселило огромную уверенность, что это будет охраненный фильм, а вот с этого первого кадра, даже если взять вот этот первый кадр в космосе, где вот этот корабль просто загораживает с собой потихоньку эту планету, и он как бы ее поедает таким образом, то есть такая интересная очень начинается фильм, сам по себе очень художественный кадр, где тут Star Destroyer просто такой темный, начинает как бы поедать планету, загораживая с собой, он очень такой метафоричный, мне кажется, вот в этом плане новая надежда, она тоже так начиналась, мы видели, как маленький кораблик сопротивления уходит, и за ним идет Star Destroyer, который просто начинает доминировать весь экран своим огромным каркасом, и в этом первом кадре была такая огромная метафора, что ты сразу понимал, что вот эти хорошие ребята, они в меньшинстве, а вот эти плохие ребята, они по идее рулят галактикой, то есть ты вот все это мог увидеть просто без единого слова, здесь я думаю тоже что-то такое происходит, когда вот эта планета просто загораживается этим кораблем империи, точнее нового порядка, первого порядка, я вот так и называю новый порядок, первый порядок, и да, вот мне вся эта метафоричность очень мне понравилась в начале, то есть ты видишь, что ты это создавал с людьми, которые делали первый фильм, то есть новая надежда, Лоренс Кэзнелл все-таки сценаристы там и там, Первый орден, Первый, ну, Первый First Order, по-моему, Первый орден, Орден? Да. Именно Орден. Да. Новый порядок это масоны у нас. Ну, не, ну, Первый орден, нет, Новый я уже, Первый орден, нет, я от, от слова Новый я отказался, да, Первый, Первый порядок, по-моему, чувак, First Order, нет? Блин, во всем фильме звучало, Первый орден, живон в описании, Первый орден. Я сейчас, ну, ты знаешь, как у нас дубляж может покорить. Ну, Первый орден лучше звучит, чем Первый порядок. Ну, какой там орден? Там нет никакого ордена, но зато есть порядок, как у нацистов, у них же был свой порядок, здесь же идет параллелизация новой империи, и нацистов, там даже штормтруперы делают соответствующий жест с рукой, когда этот только левый, только левый. Ну, да, но они не хотят плагиатить по полной. Не, ну, по-моему, New Order все-таки. New Order Star Wars. Не Order, чувак, я был прав. Это первый порядок, это новый порядок. Нет, подожди, бля, или First, бля, что-то я уже запутался. First Order. First Order, да, чувак? Я был прав. Это у нас перевели как Орден, но это абсолютно неправильно. Это первый порядок, а не первый Орден. Ну, просто так. у нас в локализации еще избавились от голоса Йоды и Оби-Вана. Что? А где они были там? Ну, с помощью... Помните, когда у Рэй глюк был, когда она до меча докасалась? Вот в английской локализации там разговаривают и Оби-Ван и Йода. Да, 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 я читал об этом. И из этой сцены, кстати, был вырезан момент, где там она, по идее, в видении должна была даже увидеть дуэль Люка на биспине с Дартом Вейдером. Но они решили так очевидно уже это все не преподносить и оставили только коридор из вот этой вот станции на биспине, где происходила дуэль между ними, чтобы мы додумали то есть, чтобы мы не увидели, как Дарт Вейдер дерется с Люком и она это видит в своем видении, а чтобы мы додумали, чтобы мы свою фанатскую силу свою использовали и как бы вспомнили все вот эти коридоры, как они выглядят и так далее. То есть, только нерды это увидели и узнали. И, кстати, да, определенный стиль в этом фильме есть такой, что здесь многое именно не объясняется тебе через экспозицию вот так вот два персонажа не говорят, что произошло, что куда, что. Ты с помощью визуала сам понимаешь историю и сам додумываешь многое. Мне вот это нравится, потому что этот фильм, он более такой приключенческий, он не останавливается, чтобы поговорить о Звездных войнах, он тебе показывает Звездные войны. Это вот то, что мне не нравилось в приквелах, там персонажи зачастую просто ходят по комнате и разговаривают о вещах, которые можно было бы показывать или которые можно было бы просто умолчать, чтобы, ну, сам додумался там зрителей, показывать что-то более интересное, нежели два персонажа, которые, вот он сел на кресло, поговорил, встал, прошелся по коридору, сел на диван. Там много таких сцен в приквелах. Здесь ничего подобного нет. Здесь ты видишь дух приключения, ты его ощущаешь, тот самый дух, который был в старых фильмах, где вот эти вот новые герои, они такие молодые, а в оригинальной трилогии вот все эти ребята, Кэрри Фишер, Марк Хэмилл и Харрисон Форд, они были очень молодые в то время. Самый старший, по-моему, из них был тогда Харрисон Форд, но я могу ошибаться. Но Кэрри Фишер, то есть Принцесса Лея, ей было 19 лет на момент четвертого эпизода. Здесь мы видим таких же молодых персонажей, мне вот это понравилось. Да, то есть, и вот эта первая сцена на Джаку, мы, в принципе, сразу видим прибытие Кайло Рена, который хочет получить эту карту и добраться до Люка Скайуокера. И вот это первый его реальный момент крутости, это когда он останавливает рукой бластер в воздухе. Это было просто охрененно. Я такого в «Звездных войнах» еще не видел, чтобы бластер останавливался с помощью силы. Не было еще пока такого. Да, но уже было. Теперь было. Вот этот момент, он показывает тебе сразу, кто такой Кайло Рен, он тебе показывает, на что он способен, что он действительно обладает большой силой, он реально может сильный контроль иметь, причем всю следующую сцену он разговаривает, а бластер так и остается висеть в воздухе. То есть, это показывает тебе его могущество. и вот Иджек сделал комментарий насчет этого, что он устрашающий только, когда он в маске, да? Да. То есть, многие это рассмотрели как минус с фильмом, потому что, когда он снимает маску, ты такой, ой, фу, одень маску, ты слишком слащавый и так далее, и ты такой неврастеничный, совсем не уверенный в себе. Но мне показалось, это офигенная идея, потому что ты понимаешь, почему он носит шлем. Скорее всего, потому что он осознает, что он не внушает страх своим лицом, и как и Дарт Вейдер, которому он, можно сказать, поклоняется, он просто одевает этот шлем и таким образом, как бы, нагоняет страх на всех, на своих подчиненных. Да, то есть, это можно, конечно, понять по-другому, что ли. Но, иначе, я не знаю, как объяснить, почему он носит шлем, потому что, в принципе, у него нет причин носить шлем. То есть, косит под батю. Да, он косит под батю, а под дедушку. Под дедушку, под Грэнд, под, И при этом, ну да, под дедушку. Да, и при этом, он использует вот эту, маску, как именно элемент устрашения, потому что она видоизменяет еще его голос. Он становится более таким... Короче, парень на понтах. Парень на понтах, да, и он ищет себя. И мне понравилась идея, например, того, что его искушает теперь, ну, светлая сторона, а он тянется к черной, к темной стороне сам. Это впервые серии такое, что человека искушает именно светлая сторона. Ты понимаешь, что... То есть, таким образом, фильм делает, показывает, что сила это не... Ну, то есть, показывает, что светлая и темная сторона не в принципе равны, и их одновременно любую из этих сторон можно рассматривать и как хорошую, и как плохую, в зависимости от твоей точки зрения. Мне вот это понравилось, сама идея, что его искушает светлая сторона, и он пытается от нее как-то подальше держаться, и он... Отвечу себя. Да, и... Мне кажется, это была здоровская идея. Вы какие-то моменты выделите можете, которые вам понравились вообще в фильме? Ну, первый полет, считай, на Джаку, на тысячелетнем соколе. Это было... Это было нечто. Когда они впервые поднимают его в воздух и начинают улепетывать от вот этих вот... Эти сокол построили за главную личину специально. Ну, и для полетов, конечно, когда он стоит. Ну, да. Интерьер весь настоящий. Ни разу не строили его в описании. Шикарно. Да, мне понравился этот момент, как они его представили вообще. То есть, сначала они бегут такие, давай возьмем тот корабль, я люблю это. Кусок дерьма, он даже не... Он не взлетит даже. Да, в этом я понимаю, что как много времени прошло и сколько всего изменилось. Да, и он просто взрывает этот корабль, к которому они до этого бежали. Но ты даже не видишь, о чем они говорили до этого. Что это за кусок дерьма там на... И потом они бегут к нему, и ты понимаешь, это тысячелетний сокол. Мне кажется, это был очень умный момент просто представления вот этого вот корабля. Мне понравился этот самый момент, когда они вот, ну, успешно, да, избегаются этих атак, то есть, они успешно от вот этой погони улепетывают. И они просто встречаются внутри корабля и начинают рассказывать, как это было круто, как ты вон там выстрелил, как ты вон там уклонился. То есть, это дарит ощущение, что, во-первых, это живые люди, у которых есть эмоции, и, во-первых, и ты видишь, что они в этом приключении так же, как и ты. То есть, они впервые здесь, и они впервые все это ощущают, как будто... без такого осознаваемого ими силы. Они как бы сами удивляются своими возможностями. Да, у них нет чувства собственного величия. Они находятся в этом мире, они абсолютно ничтожны в нем, они еще ничего в нем не сделали, и вот это их первое какое-то мини-приключение, они воспринимают его так же, как мы, и они через это заражают нас этой энергией восхищения, то есть, и вот этого грядущего путешествия. Мне понравился просто этот маленький момент между ними, где они... А как-то он там выстрелил, а как-то он там уклонился, а как-то он это вообще сделал. Да я понятия не имею, как я это сделал. Это просто сам момент, он такой магический, мне кажется, весьма был. Да. Что ты, Джек, скажешь насчет вообще наших ведущих вот этих персонажей, Рэй и Финн? Что ты скажешь? Потому что они будущая серия, они именно те люди, которые будут, через которых и будет рассказываться вся эта новая история, новая трилогия. Ну, Джон Боега, который играл Финна, он вообще здорово справляется с ролью, неуверенно в себе штурмовика, видно, что он не абсолютно точно знает, к чему хочет. И что делать в той или иной ситуации. Видно, что он за добро. Да. А Рэй, она... Классно, что взяли неизвестных актеров, это очень классно. Можно видеть их становление прямо с этой серии. от актеров, от персонажей. Ну, это хорошее. Практически то же самое, что и было в... Ну, практически то же самое, что и было в четвертом эпизоде. Там тоже актеры малоизвестны были. Да, да. Да, и у них не было никаких карьер, и, собственно говоря, эти фильмы сделают им карьер, и то же самое мы сейчас и видим, в принципе. Это удивительно, как почти через четвертую стену пробивается вся эта судьба «Звездных войн» и людей, которые в них замешаны. Потому что мы видим и совпадение этих двух фильмов в плане сюжета, и в плане именно судеб актера. Потому что уже сейчас можно предупределить, что этих ребят будут отрывать с руками, потому что они оба дико талантливы. Я считаю, что Джон Боега, на которого все гнали, не знаю, сколько лет, вот ждали все этот фильм, все говорили, этот негр, он не умеет играть, у него нет харизмы. И многие расисты, которые просто не любят негров, они прикрывали свою желчь тем, что они сетовали, что у этого чувака нет харизмы. Но я уже по трейлерам видел, что это многообещающий актер. И я все время спорил с этими людьми и говорил, что вы еще съедите свои слова на завтрак, что этот чувак вас удивит, и что он будет охрененно играть. И он был офигенен в этом фильме. Ни разу за весь фильм я не ощутил, что он не знает, как играть. Он всегда был в точку. Каждые и юморные моменты, и серьезные моменты этому актеру Джону Бояги давались очень здорово. Мне кажется, он блестяще справился. Он был офигенен просто в своей роли. То есть вот этот момент, где он на Джаку видит, как на Рей нападают, и он даже не знает, кто она такая, но он бежит ей помогать. То есть он показывает это внутреннее добро от этого персонажа. Ты чувствуешь, что это тепло, которое от него исходит. Ты просто хочешь с ним тусоваться. Ты не хочешь, чтобы он умер, во-первых. Ты переживаешь за него. И ты хочешь просто с ним это приключение просто пройти вместе. Потому что он тебе отличен. И Джон Бояги офигенно сыграл. Я вот серьезно. Он восходящая звезда. Он был классен в своей роли. И вот эта первая сцена на Джаку, где все штурмовики расстреливают всех этих поселенцев, а он просто стоит и не знает, что ему делать. И ты можешь видеть его игру даже сквозь вот этот шлем, сквозь его одеяние вот этого штурм-труппера. Ты можешь видеть его вот это охеревание от того, что происходит, что ему это не по душе, что это резонирует с его пониманием о том, что надо делать. И ты все это видишь через вот все, через маску. Здесь надо было ему очень здорово играть именно телом. И я считаю, что он сыграл на 10 из 10 своим телом. Он просто офигенно сыграл. Даже в этом костюме. И мне понравилось, что за всю эту сцену он не снимает свой шлем, но он должен играть через шлем. вот этот. И он все это офигенно. И вообще, мне сама нравится идея того, что наш герой это бывший штурмовик, который отказался от того места, где он раньше служил, потому что он не согласен с этим, с тем, что они делают. Мне просто сама эта идея понравилась. Это привнесло даже вот самих штурмовиков какой-то новый человечный элемент. До этого мы видели их как NPC в какой-нибудь игре, которые бегают и годны только для того, чтобы их убивали, расстреливали. И ты ничего о них не думал другого. Здесь Force Awakens показывает, что за этими латами находятся люди. И вот этот первый момент, где его брат по оружию просто проводит рукой по его шлему и оставляет этот кровавый след на его. Это вообще такого беспрецедентного в серии такого в жизни не было. Это были просто болванчики, нарисованные на компьютере в приколах. Или же в региональной трилогии это просто были расходный материал, мясо, в которых наши герои будут стрелять. Здесь я увидел новое вообще измерение вот этого новый какой-то взгляд на вот это все, на эту мифологию. Это было очень здорово, на мой взгляд. Там есть даже вот этот потрясающий момент, где стоят три штурма-ВК посередине Джона Бояга в своем костюме штурма-ВК. Они всех расстреливают этих ребят, которых они там собрали, то есть этих с этого поселения по приказу и камера медленно наводится на главного героя и вокруг него все стреляют, а он просто стоит с бластером. Мне понравилась просто композиция этого кадра, как она медленно на него ползет, сзади где-то там из огнеметов кого-то сжигает, такая жесть творится, а он просто стоит и не знает, что ему делать. То есть это очень красивый фильм, очень красивый, здесь много таких моментов, вот именно операторских, которые я запомнил. то есть просто здесь вот именно язык кино есть, что мне понравилось. Здесь очень много такого вот изобретательного в этом плане. В общем, по первым трейлерам я вообще не понимал, при чем здесь Рэй, ну, думал, что будет завязан именно Финни, но казалось, что по трейлерам, по всем этим тизерам, то, что джедаем именно будет Финн, а не Рэй. Тем более, что там есть казах, где он включает Лайтсейбер. И даже на постер он с Лайтсейбером. Ну, и ты, как бы, я немножко не ожидал, что так получится. И в некоторых моментах я даже не знал, что делать, плакать или удивляться. Ну, у тебя честно, вот вот в плане сама актрисы и ее история тебе понравилась вообще, Рэй. То есть ее путь такой, который она преодолевает в этом фильме. Да. И то, что какая-то таинственность вокруг нее, к ее личности. Так и непонятно, кто она такая вообще. Ну, предположение, у меня есть сильное предположение, что она каким-то образом относится к Люку Скавыкеру все-таки, потому что Меч звал к ней. Кому может еще звать, если она на душе вывесит. Да, да. Поэтому, но точно сейчас нельзя сказать, конечно, об этом. Но, да. Мне понравилось, во-первых, я должен сказать, что сейчас отойти вот так в сторонку, подальше от фильма и посмотреть на нее картину. В целом, в плане сюжета, здесь ничего нового нет. Это опять новая надежда. Да, та же большая шарообразная бандура, которую нужно взорвать с помощью самолетов. Да, да, да. И гоняться за дроидом, у которого есть данные, и главный герой, который на пустынной планете, хочет каких-то приключений, но по каким-то причинам он не может это реализовать, он торчит на этой планете и продает всякий хлам и так далее. То есть, это все очень похоже, очень много рифм и так далее. И многие критикуют за это фильм, но лично я смотрю на это немножко по-другому. Я считаю, что они сейчас делают новую трилогию. и они очень мудро поступили. Они на костях старого того, что было, они построили вот этот фильм, и они сделали его одновременно и любовным посланием тому, что было, и сделали очень много нового, что как бы обещает новые приключения в будущем. Они сделали такой мост, который состоит из нового и из старого. в Абрамусе была задача как бы фанатов в общем-то не расстроить. Это, по-моему, была главная задача, и как бы экспериментировать, насколько он не хотел полностью. и они хотели вернуться к тому, что делало Звездные Войны хорошим, а это уже многие люди давно забыли, потому что последний фильм из оригинальной трилогии вышел в каком-то 83-м или в каком-то году он вышел. И да, мы давно не видели, я лично давно не видел хороших Звездных Войн, именно тех, какими они были когда-то. И вернуться к этому было очень сложно, но они сделали правильный первый шаг. Они позвали сценариста и перенаносят ответ на дар Лоуренса Кэсден, который знал, почему Звездные Войны работали, он знал, что в них было хорошо. И это действительно видно в этом фильме, потому что здесь нет разговоров про политику, здесь нет людей, которые не знают, как играть свои роли, которые просто не умеют выражать эмоции, потому что режиссеры нихрена не умеют объяснить. Здесь все эти ошибки были исправлены, и да, они, конечно, полностью вернули сюжет «Новая надежда», но это неплохо, потому что здесь действительно много нового. Здесь, во-первых, новые персонажи, они не стали доить старых персонажей по полной, то есть, сделать их главными героями, и что с ними дальше. что-то старых персонажей. Та большая килограмма гигантского чувака, это Лорд Сидиус, выживший? Нет, это верховный лидер Сноук. Кто это такой вообще? Это новый персонаж, которого вообще не было в предыдущих фильмах. И вокруг него сейчас очень много таинственностей, никто не знает, кто он такой. Сейчас только теория летает вокруг него. Кстати, ужасно глупое имя Сноук, я не знаю. Им надо было придумать что-то другое, потому что Сноук, это, знаешь, как, я не знаю, это как звук, который ты издашь после того, как и риску будешь жевать долго, и разжимаешь когда свои челюсти и она тебе не дает этот Сноук, Сноук, знаешь, у меня вот это только ассоциация такая дебильная, потому что это настолько дебильное слово Сноук, оно настолько неугожающее, то есть император, может, это уже милый на самом деле. Ты видел, какой он милый? на самом деле, в глубине души он милый. Кстати, еще же голограмму увеличим, насколько известно. на самом деле это будет маленьким, это дебильное, да. Вот, я когда первый раз, я думаю, уверен, что в вашем случае это так же было, когда ты начинаешь впервые видеть сцену, где впервые появляется Сноук, где он разговаривает с... ты думаешь, что он огромный гигант или нет? Ты вот не можешь понять. гигант. мне, кстати, это тоже. И это очень умно было сделано, потому что, типа, это будущее, еще более отдаленное, и здесь голограмма настолько, типа, совершенная, что невозможно отличить от... и они очень умно на этом сыграли, потому что, действительно, гадаешь, он гигант или нет? И многие говорили, что будет смешно, если в восьмом эпизоде окажется, что он вообще маленький чувак. Но, я думаю, уже сейчас можно по его движению, по всему понять, что на самом деле он будет довольно высокий, но не будет, конечно, гигант, но он просто будет такой высокий мужик. Да, да, я думаю, потому что по движению можно вычислить, какого размера это существо вообще. По его... просто по мимике даже, потому как он говорит по его голосу, уже все это вычисляется на самом деле. И можно понять, что он довольно-таки высокий будет. Но да. И да, если говорить о старых персонажах, я удивился, насколько охрененно Харрисон Форд сумел вернуться к своей роли Хана Солова. Потому что, возможно, вы не знаете, но последние несколько лет Харрисон Форд во всех фильмах выглядит так, как будто ему вообще насрать на то, что происходит. Он уже давно потерял запал играть в фильмах. Он уже сто лет не играл в фильмах, на самом деле. Он там просто появлялся. Даже если вы посмотрите и Диана Джонса последнего, там есть очень много моментов, где он просто устал и ничего не хочет делать, ему вообще насрать. Здесь я видел, что он действительно, ну, так скажем, что ему не все равно. Что он реально... Очевидно, что ему... Он очень любит этого персонажа, и что ему было очень приятно вернуться к нему. И ты... Что самое главное, ты ощущаешь, что это эволюция того, кого ты когда-то знал. Ты ощущаешь, что это прогрессия, что он туда пришел действительно, а не что его просто туда воткнули в последний момент. Типа, о, у нас есть Хан Соло, посмотрите, он в той же куртке бегает, тоже с Чуи, и они все так же контрабандисты. Нет, ты ощущаешь, что это действительно Хан Соло. Как будто он никуда не уходил все это время, как будто он все время был. Просто мы не видели этого, потому что не было в фильмах. Да, ну вот, я должен сказать, Лея мне показалась одним из самых слабых моментов в слое. Ну да, такое ощущение, что к ней подключена была камера. Да. Дело в том, что когда она даже произносила какие-то слова, это было так наиграно. Самый ужасный момент ее актерской игры, Кэрри Фишер, это когда впервые фильм к ней подходит, и типа они говорят, этот парень спас нашего дроида и так далее, он вообще клевый чувак, у него есть внутренняя информация, он бывший штурмовик, и она такая, подсказка к нему, нам поможет любая информация, и ее выражение лица это я бы лучше сыграл. Вот меня бы переодели в председатель, я бы лучше сыграл эту роль. Понимаешь? Настолько плохо. незаметно, Рок. Особенно с двумя баранками по облакам. Да. Настолько было это неубедительно. Нам поможет любая информация. То есть, это было ужасно, боже. Это одна из первых сцен, что мы с ней видим. То есть, сначала она встречается с Ханом, и у них такой, типа, трогательный момент, и Ситрепё, как всегда, руйнит этот момент, потому что он дебил. Но, окей, эта сцена, их разговор, она еще куда не шла, но вот дальше, что ли, показывать такую игру, это было все, на мой взгляд, плохо. Ну, плохо. Она не смогла, так же, как Алинсон Форд, вернуться к своему старому образу. Потому что, если ты посмотришь оригинальную трилогию, Кэрри Фишер, это один из самых харизматичных вообще персонажей во всем, во всех этих трех фильмах. У нее такой, запирняющийся персонаж. И она всегда кажется такой, уверенной в себе, и уверенной в том, что она делает. Здесь ты видишь, как будто наигранность какая-то, как будто она не до конца уверена, что вообще стоит ли вообще в этом фильме сниматься. Не знаю. У меня смешанные вообще впечатления Лея вызвала. Ну, я дико рад, что его. Главное, что они были, да, и факт их присутствия был запечатлен. Люку-то вообще ничего пришлось не говорить. Он просто стоял и смотрел. Он просто стоял, отливал на краю обрыва. Да, тут какая-то шла на меч. Да ты дура, я только забыл. Кто-то помочить не мог, он три фильма не мог, мне как-то можно сходить, а тут пришла. Давай, неяривай. Да, неизвестно, что он там делал, пока в этих своих халатах, пока стоял к нам в спине, но так или иначе, да, у Люка мало экранного времени в этом фильме, но... Он просто ждал не только этот меч, а еще руку его отрезанную. Кстати, Люк сыграл больше глазами даже, чем Лея вообще. Да, он сыграл больше, чем Лея сыграла за все свое время. Вот эта последняя сцена, особенно я ее смог оценить во второй просмотр. Во второй просмотр я увидел, что через его глаза проносится такой огромный спектр эмоций, которые можно не уловить сразу с первого просмотра. То есть, это и сожаление, это и тревога, это и какая-то печаль, и в то же время радость. То есть, там столько всего проносится, это все имеет смысл в плане того, что пережил Люк. То есть, мы даже об этом еще не сказали, но Кайло Рен был его учеником, и он предал его, и перерезал весь его храм джедаев, который он тренировал этих всех людей. А мы со спойерами? Да. А почему ты не скажешь, что это Бен? Бен Соло? Ну, зависимо, это имя произносится один раз. Нет, два, наверное. Кайло Рен все-таки как-то более устраивается у меня с этим персонажем, потому что он отвергает ведь это имя. Он отвергает свою личность как Бена. Он именно приглашает себя как Кайло Рена. Поэтому, да. Ну, единственное, что грандиозное замечание по нему, он сильнее всех плохих дядь, потому что он становил бластерный луч. Да, ну, может, просто никто не додумывался до этого сделать. У него злобы дофига и темная сила поэтому его питает из-за этого. Темная сторона. Но, все равно, подонок, потому что так поступить со своим отцом. Я уже даже в одежде был, но то, что он сейчас ну, давай, парень, ты же хороший, посмотри, у тебя такие ушки милые. Давай. Да. У него прическа очень классная. У него классная прическа. Давай, чебураш, давай. Вот этот самый момент мне понравился, как был срежиссирован их конфронтация с Ханом Соло. Опять же, на мостике это немножко эхо такое от Империи наносит этот удар, где, собственно говоря, I'm your father была вот эта сцена. Там тоже был такой мостик, тоже посреди какой-то бездны технологической. Наверное, где-то на какой-нибудь планете построить мост и табличку поставить. Мост, где объявляются отцы, где нужно говорить о твоем отец. Да, и там сделают студию «Жди меня», например. Но да, сама сцена была очень красиво срежиссирована, потому что там очень много перекликалось, например, в этот самый момент орудие запитывалось энергией из этого рядом находящегося солнца. И в этот момент, где Кайл Урон окончательно переходит на темную сторону, он рифмуется с тем, как гаснет свет на небе. Последний луч уходит в это орудие, и такая тень падает. Мне показалось, что он просто тянул время, чтобы орудие успело зарядиться. Нет, я думаю, это абсолютно точно артистическое решение. Я думаю, даже Джей Джи Абрамс это сам придумал, вот эту именно рифму вот эту, что свет гаснет, и наш герой переходит на темную сторону окончательно. Потому что сам диалог тоже очень умно построен. То есть, он говорит, ты поможешь мне? Да, чем смогу, говорит Хан Соло. Но Хан Соло не понимает, о чем говорит его сын. Его сын говорит ему, ты поможешь мне окончательно перейти на темную сторону? А Хан Соло это вспоминяет, как ты поможешь мне перейти на светную сторону? В итоге он говорит, да, и тот просто убивает своего отца и говорит ему спасибо, спасибо, что помог мне последнее все, это человечное, что во мне было, зарубить на корню через твою смерть, потому что он до последнего не мог перейти на темную сторону полностью. И вот через вот это убийство он как бы переходит на эту темную сторону. Мне кажется, эта сцена вообще дико, клево срежиссирована, и само убийство Хана у меня очень сильные эмоции вызвало. То есть я чувствовал, к чему все идет, потому что она очень долго, если вы помните, эта сцена, где он не отдает ему меч, и он так просто протянутым его и держит все это время. Она такая очень долго натянутая, и ты уже начинаешь в какой-то момент понимать нет, здесь не будет хэппи-энда. И все равно убийство Хана Соло, оно для меня очень сильный эффект произвело, потому что персонажа был со мной столько лет, я его всегда любил, и тут он умирает у меня на глазах. Это было очень эмоционально, конечно, и эмоции Чуи меня очень затронули, когда он просто заревел на весь этот, он начал палить по этому Кайло Рену, и я кричал Чуи, застрели его нахуй. То есть, и Чуи так бежит просто, фраги один за другим набивает, уничтожает всех на своем пути. Ну, эмоциональный весьма момент был. Через Чуи я его особо ощутил, потому что это все-таки были приятели, сколько лет они вместе уже там путешествовали. Как вам битва на световых мечах? Фраги А финальная? Да. Мне очень... Да, кстати, здесь стоит сказать, что световые мечи не эксплуатируются сильно. Как вот в приквелах они эксплуатировались. В каждом сцене, где можно было воткнуть световые мечи, Джордж Лукас их втыкал в приквелы. Из этого световые мечи их сам эффект, он, ну, как-то обесценился. В этом фильме, опять же, возвращается к старым традициям того, что световые мечи только тогда расчисляются. Это самые важные моменты, например. Ну, и, конечно, финн тоже использует световый меч пару раз за финн, это очень так, скоротечно. Я должен сказать, что в плане дуэлей на световых мечах этот фильм делает очень много интересного. Потому что еще ни разу за все время я не видел, как световые мечи издают пар. Это было очень красиво. Это было очень красиво. Они дрались, во-первых, в зимнем лесу. Это было, знаешь, как будто ты какой-то старый самурайский фильм смотришь. Это было очень необычно. И они очень круто использовали энергию световых мечей, которая вот именно вот в этом зимнем лесу превращается в то, что вот этот пар издается. Это очень красиво было. И вообще много интересного было. Во-первых, Рэй очень неуклюже мечом так немножко обращается, потому что она еще не знает, как к ним обращаться. А в то время Кайло он как-то переоценивается из силы и не дерется в полную силу. Он не дерется в полную силу, и при этом он ранен. То есть у него есть такая гандикап определенно отрицательная в этом плане. И как-то таким образом они уравняли их силу. Потому что Кайло и Рэй он раненый и немножко самоуверенный. Рэй пытается спастись. И она делает все, что она умеет. Со световым мечом, который она в первую силу. Но и в то же время Кайло и Рэйну приказали не убивать ее. Насчет этого я и не уверен, что ему приказали не убивать ее. Ну да, но знаешь, когда вот они дрались, у него было ощущение, что в начале схватки как будто Кайло и Рэйн хочет ее просто убить и забрать этот меч. Потому что он говорит, а то мой меч, он мне принадлежит. То есть он заявляет на него право как истинный наследник Дарта Вейдера. Потому что он даже Люка Скайуокера уже не считает истинным наследником, так как Люк встал на сторону света. И он говорит, мой меч, я его заберу. Но потом он видит в ней силу и он хочет ее переманить сам. Сам уже хочет это сделать. Пошли со мной, я тебя научу. Это такая очень повторяющаяся тема среди ситхов. Они пытаются переманить светов на темную сторону. Они не всегда хотят их убить. Они чаще хотят именно переманить. Что в принципе Кайло Рэйн пытается сделать. Именно после этого момента Рэй именно обретает свою силу. Она ощущает, что она никогда не перейдет на сторону зла. И она, видимо, осознает свое истинное призначение как джедая. И в этот момент она берет в свои руки ситуацию. В плане дуэля я хочу сказать, что там очень много было интересно. Потому что даже когда она машет мечом, она там много спотыкается и убегает от Кайло Рэйна. Она все время убегает от нее. По сути, она не вступает с ней в дуэль до последнего момента. И она задевает землю. И ты даже можешь видеть, как снег плавится на земле. И земля немножко искрами искрится. Вот такие вот моменты, просто такие мелочи я нигде не видел в предыдущих фильмах. Такие вот просто моменты, где обладатель меча просто неуклюж с ним. И ты можешь видеть такие маленькие какие-то штучки. Все было здорово. Какие-то удары совсем несерьезные. Ну, то есть она как-то одной левой пыталась ударить. Да. Не, она брала его двумя мечами. Она часто делала так. Она брала его двумя руками и пыталась колющие удары наносить. Кстати, я такого тоже раньше не видел в этих дуэлях. Обычно они все рубящие удары у джедаев. Взмахи, там всякие эти. У нее была такая другая тактика в этом плане. Бой ощущался как настоящий бой, а не как балет, который мы видели в приквелах, где просто они... В третьем эпизоде. В конце. Где они там просто такое вытворяли, что это был такой фейспалм. Они 40 минут летали над лавой, на каких-то дроидах, прыгали туда-сюда, как циркачи, и у тебя не было абсолютно никакого ощущения опасности. Потому что они просто летали, как циркачи с этими мечами. Все три фильма это было. Все три фильма. Хореография, хореография, на хореографии, хореографии погоняет. Это все было очень фальшиво. Поэтому я хочу сказать, что мне ни одна дуэль не нравится из приквелов. Ни одна. Ни одна. Там нет ни одной дуэли, которая мне нравится. Если противопоставить оригинальную трилогию, там каждый дуэль ощущался настоящий. Эмоциональный. Действительно, эффект. Особенносиональный. Да. Я с тобой согласен. Ты имеешь дуэль между Люком и Дартом Вейдером в конце Джедая. В конце Джедая. Да, она у меня каждый раз вызывает слезы. Я не совру. Она у меня каждый раз вызывает слезы. Там есть момент, где он говорит, если ты не перейдешь на темную сторону, то возможно твоя сестра перейдет. И до этого момента Люк все время держал себя в руках. И вот здесь он начинает просто махать мечом, как колхозник. Он начинает просто бить вот этими движениями, знаешь, такими рубящими, абсолютно не задумываясь о том, как бы покрасивее там извернуться этим мечом, как это было в приквелах. Он просто бьет его, просто забивает этим мечом, как какой-то, я не знаю, какой-то дрыной или штакетником, там, или я не знаю, он просто, ну, делает просто это эмоции. И через него льются эмоции. И ты ощущаешь вот этот настоящий момент, вот этот эффект. И гениально Джон Уильямс составляет здесь свою музыку, вот эту, которая, по-моему, вот эта уникальная мелодия, которая не играет нигде больше в трилогии, в оригинальной. Она играет именно в этот момент, единственный раз, когда Люк выходит из себя и начинает просто обрушивать шквал ударов на Вейдера. И вот этот момент для меня самый, мой самый любимый момент вообще во всех Звездных войнах. И он у меня всегда вызывает слезы. Потому что к этому моменту ты уже посмотрел три фильма, ты уже столько был с этими персонажами, ты знаешь все, что проходит через их умы. И когда ты наблюдаешь просто, что вот это разворачивается на твоих глазах, это зашкаливающие эмоции. И я всегда считал, что дуэли в Звездных войнах самые лучшие те, за которыми ты ощущаешь именно не столько из-за самих дуэлей, а за тем, что происходит в умах тех, кто держит мечи. Ты должен понимать, что происходит. Ты должен понимать эмоции тех, кто дерется. Это не столько махание мечами, сколько именно конфронтация умов. Самые лучшие дуэли, на мой взгляд, это те, которые являются этими конфронтациями умов. И здесь тоже очень многое, кстати, происходило в конце Force Awakens, я думаю, ты согласишься. Здесь у каждого персонажа, каждый через многое прошел к этому моменту. Им есть, что доказать, им есть, за что драться. Рэй, например, она одновременно и хочет спастись, и хочет отомстить сразу же за Фина, которая, она думает, что умер. Но у нее, мы все знаем. И через ее ум многое проходит. И за Хана Соло, что... Ведь на ее глазах Кайло Рану бил Хана Соло. Интересно, как же Фина восстанавливает? Ведь же ему, считай, лазерным мечом по позвоночнику провели спину. Ну, я не уверен, что именно по позвоночнику, чувак. Я думаю, возможно, там... Там можно много чего придумать, я думаю, в этом плане. И тем более, это далекая-далекая галактика, это будущее там. Галактика. Галактика. Понимаешь. Я думаю, они что-нибудь придумают. Я точно уверен, что они не посадят Фина на кресло, на инвалидное, и он будет все в следующие два фильма на инвалидном коляске какой-то кататься. Не знаю почему, у меня такое ощущение от следующего эпизода, именно, что Рэй не докончит свое обучение у Люка. Так. Ну, почему-то будет такое ощущение, что будет случаться какое-то дерьмо, и Рэй придется вернуться. И это опять будет рифма с тем, как Люк ушел от обучения и докончив. Или наоборот, или Люк уйдет, или что-то в этом, то есть Люка попросит помочь. Там все не склеится у них в этом плане обучения, да? Нет, склеится. Ну, мне кажется, что Люк тоже обучать не очень может. Он же, считай, и всему сам научился. В основном. Ну, не знаю, чувак, он создал академию новую, которую, да, перерезали все, но только из-за того, что его племянник, да, племянник, просто слишком много генов Вейдера унаследовал и был предрасположен к темной стороне. Я думаю, не то, что слишком много генов, а что в Люке, что он меньше генов, что ли, чем. Ну, ты знаешь, как иногда через поколение сильнее передаются гены? Да. Такое же ведь бывает. например, я не похож на своего отца и на своего мать, я не особо похож, но зато я на своего деда похож. Ну, то есть, точно так же, как и ЛРН, похож на Тарты Вейдера, это со мной абсолютно то же самое. Я на своего деда гораздо больше похож, чем на своих более близких родственников. Ну, он похож на Энаки, на Скайуокера из Приквелов. Ну, да, то есть, такие длинные волосы, не спадающие, лицо вот это вот бешеное. Да, в этом плане. Ну, я, кстати, должен сказать, что они довольно неплохо подобрали именно к Хану Соло лицо, потому что, вот если смотреть на них, у них у обоих такие ярко выраженные черты, ярко выраженный подбородок, ярко выраженный нос, довольно длинное лицо такое само по себе. Единственное, странное, один из зрителей в зале сказал, что странно, что он такой высокий у него, мать низкая, и отец пониже, чем он сам будет. Он очень высокий, в этом плане, да, фейл. Ну, кстати, такое бывает. Нет, бывает. Ну, да, возможно, опять же, такое бывает. Я с братом, я с братом выше, чем, ну, мои родители. И вообще, в нашей семье. Ну, тогда, тогда вообще класс. Тогда никаких претензий к кастингу. По поводу кастинга, я хочу сказать, что мне очень нравится кастинг. Адан Драйвер, я считаю, великолепно подходит на эту роль. И он офигенно сыграл от этого неуверенного то есть, куда ему двинуться, к теме. То есть, он стремится к тьме, но его свет все время тянет к себе. И вот, мне понравилось... Вейдер, ему тоже все-таки свет тянул. Ну да. Ну вот, мне понравилось дико, как они обыграли всю эту фигню со шлемом. Что первые несколько, не знаю, минут 20-30 фильмы мы видим его только в шлеме. Он одна личность. Без шлема моментально понимаешь, что это вообще другая личность, что он еще не так уверен в себе, что он только растет, как адепт темной стороны. Сразу много о нем раскрывается. как только он снимает шлем, много о нем раскрывается. Сразу. По мимике, по его словам очень много раскрывается. И вот, мне понравилось, как они вот эту двоякую его сторону обыграли. И что, действительно, я думаю, что он использует шлем как элемент устрашения. Больше. Ну и как элемент подражания. Вейдер. Да. Пополнение. Особенно мне очень понравился момент там, где он обращался к этому сожженному шлему Вейдера. Ага. Ну... Где он разговаривает с тем, кто явно не здесь. То есть, у них была идея, насколько я знаю, вернуть Вейдера в виде призрака. Но они отказались от нее. И я считаю, что они правильно это сделали. Не стоит эксплуатировать этот образ, нужно оставить его чем-то таким. Что не появится здесь никогда. Что... Мне кажется, что Кайло будет что-то похлеще, чем Вейдер. это пока что видно. В плане его злодеяний. Да. Ну, как-то, считай, в четвертом эпизоде он не был Вейдер таким устрашающим. Он был, считай, пешкой. Вейдер был не совсем пешкой. Он был правой рукой все-таки самого злобного чувака во всей галактике. Но да, я с тобой согласен в том плане, что многие переоценивают эту мифологию Вейдера. Все считают, что он какой-то космический Иисус, в чем нас убедил Лукас в приквелах. Он взял все три фильма вокруг этого маленького мальчика, который растет и который рано или поздно окажется в костюме Вейдера. Он все вокруг него построил, как будто вокруг него вся галактика вертится. Но на самом деле в старых фильмах Вейдер просто один из инструментов императора. Он просто странный чувак в странном костюме, которого исповедуют религию, в которую уже никто не верит давно. Многие даже не верят в силу к этому времени. Кого устрашает, что ли? Он устрашает, но при этом он не космический Иисус. Он просто как бы воин на войне и так скажем. Просто он высокого ранга. Да, Jesus. Здесь немножко идет приземление, я думаю, в плане Кайла Рена, потому что он тоже не какой-то Иисус, он тоже только учится всему, и у него есть ошибки, он выходит из себя. Мы это много раз можем совсем видеть. То есть это настоящий человек, и он гораздо больше человечества показывает, чем Вейдер в Новом Надежде. Не то, чтобы Вейдер должен был показывать, к тому моменту он уже полностью перешел на темную сторону, ему нечего в принципе показывать, он тот, кто он есть. И он все время заключен в костюме, потому что он иначе не может. Здесь мы видим, как герой снимает свой шлем, что там за этой броней есть человек. В этом плане Кайлорен куда более комплексный персонаж, нежели Вейдер. Мне это тоже понравилось. мне понравилось. Ну, возвращение старых актеров это естественно, но почему-то мне больше всего из-за этого всего заполнился R2-D2. R2-D2, который весь фильм ничего не делает, а потом только в самом конце включается. Ну, ну да. Ну, ну да. Ну, из старых вернувшихся персонажей Хансоло без вопросов для меня, потому что Хансоло, и это на самом деле даже печально, потому что Хансоло вернулся по-настоящему, его убили, Лея не вернулась ни хрена и ее оставили. Но я понимаю это с точки зрения сюжета, это логично. Просто немного обидно, что я больше не увижу Хансоло, потому что он действительно вернулся. Вернулся только для того, чтобы умереть в конце этого фильма. Мне понравился очень кусок фильма в начале самом, где показывается просто жизнь Рэй на Джаку. Потому что эта часть фильма, она наиболее тихая, в ней не происходит каких-то перестрелок и так далее. Ты просто наблюдаешь за ее жизнью, как она выживает. Там есть абсолютно магический момент, где она просто скатывается по дюне на каких-то своих санках, в которые она там загрузила. Причем... Там какой-то картон. Знаешь, там видно, что это картон. Он опять не картон. Да. Мне понравилось, что она всякий вот эти вот, всякий мусор использует себе какое-то маленькое, но преимущество. Например, я даже узнал после фильма, что вот эти ее очки, которые она в самом начале, она же в них появляется, эти очки с синими линзами, это на самом деле те самые линзы, которые встраиваются в шлемы штурмовиков. И ты можешь проследить мысленно, что она где-то нашла этот шлем, она вырвала эту линзу и сделала из этого очки. То есть, вот такая маленькая история в обычной какой-то штучке, о которой ты даже можешь не задуматься. Но вот, опять же, это очень визуальный фильм, вот как Безумный Макс этого года, очень визуальный фильм, там мало вообще экспозиции, там в основном все визуалом рассказывается. Вот Форса Викинс, он тоже очень визуальный фильм, здесь очень много, и ты просто подмечаешь глазом. Это очень здорово, это то, чего я не видел в приквелах. В приквелах люди по два часа разговаривали о том, что там происходит вообще. Помнишь, как я спас тебя из того гнезда тех гамадрилов на этой планете? Ты этого не видишь, ты только слушаешь. Ну, как в Симпсонах обыграли там, не помню, какая серия там, обыграли, выходит новый эпизод Звезда Фоя. Они идут все семьи смотреть, а там вот эти полтора-два часа все время политика. Короче, в зале стоит АТАТ и зачитывает какие-то там права на протяжении всего этого времени. И они просто все по-другому сделали, они сделали, как было в старых фильмах. И это работает, потому что, блин, это работало тогда, это работает сейчас. И так много, на самом деле, в человеческой природе изменилось, чтобы просто делать его счастливым во время просмотра в кино. И, честно говоря, для меня первый экспириенс этого фильма в кино, когда я первый раз посмотрел, я был близок к восторгу, к абсолютному восторгу. Я поставил четыре с половиной с пяти на тот момент этому фильму. то есть, он у меня даже был на рассмотрение, чтобы сместить «Безумный Макс» как фильм года. К тому времени я даже такое рассматривал. То есть, вот как первый экспириенс, я был просто счастлив, когда выходил из этого зала, потому что я получил вообще все, что хотел. Я получил все то, чего я был лишен в приколовах. Я получил «Звездные войны», наконец-то. Это именно действительно настоящее возвращение «Звездных войн». Я очень рад, что люди реально очень много идут на этот фильм. Он собирает огромные деньги сейчас. На момент вот этого подкаста он уже сбросил с пьедестала «Титаник» по сборам в Америке. Он уже сбросил «Титаник» и остается только «Аватар». Ну и в России он тоже там много чего. И это свидетельствует о том, что фильм людям нравится. Это здорово. Что? Да не, нравится. А, ну да, у тебя есть... Даже не то, что друг, а там мы ждем всех, стоим. Ну, вышли из зала, стоим, там люди, которые тоже пришли и спрашивают, ну как фильм? А его ответят. Кричат, не знаю, сколько человек. Теремищи. Просто. Ну, что с них взять? Пускай иду домой и пересматриваю приколы. Я не знаю, что еще сказать по этому поводу. Но, как фанат, вот именно как фанат «Звездных хроний», я увидел, что здесь фильм делали именно с расчетом на меня и с расчетом просто на хорошее кино. Потому что это действительно как фильм он делал. Во многом для фанатов, но он как фильм абсолютно компетентен. То есть, здесь окрегенный юмор, здесь актеры действительно играют роли правильно, хорошо их играет, им объяснили, что им делать, они полностью обжили своих персонажей. Здесь нет странных каких-то диалогов, где Энакин говорит Падме, я люблю тебя всей душой и так далее, и вот эти вот все поэтичные эти. Он говорит, ну я сенатор. Ну что ж ты это сенатор, черт побери. Какая разница, сенатор-то или нет. Вот такие странные. А он джедай. Да, он джедай. Лукас придумал все это дерьмо, что джедаи должны быть какими-то безэмоциональными монахами, вообще какую-то хрень на придумал, что в принципе, по идее, лишает их всякой личности. Какая-то получается наука из этой всего. Это получается фильм не про людей, а про каких-то манекенов, у которых нет эмоций. Зачем-то, почему тогда я должен вообще переживать за них, если они манекены, у которых нет эмоций, которые там не должно быть ни злости, ни любви, ничего. То есть Лукас напридумал... Лукас напридумал херни, это факт. Он напридумал очень много дурной мифологии, которая не нужна была там. И этот фильм игнорирует очень многие его наработки. А тем временем Борис вырубился. Но я продолжу. Этот фильм, он наоборот понимает природу человека, и он понимает, что этот фильм будут смотреть люди, а не инопланетяне. Или роботы. Поэтому здесь в принципе юмор работает, диалоги понятны человеческому уху вообще, и человеческой психике, здесь люди, за которых ты хочешь переживать. И к концу фильма я просто хочу сказать, что Рэй и Финн, я просто хочу быть в их компании еще больше. Вот когда кончился фильм, я поймал себя на мысль, что я хочу еще больше приключений с ними прямо сейчас. И я просто смотрю с надеждой в будущее и с ожиданием, и с желанием оказаться в их компании. Если бы я сейчас, например, посмотрел «Скрытую грозу», я бы не захотел с Оби-Ваном Кеноби отправиться в путешествие дальше. Я бы просто подумал, этот чувак, он слишком странный, я его не понимаю, он вообще какой-то никакой. И вообще весь этот фильм странный. Здесь я увидел наоборот, здесь все моему мозгу человеческому понятно, здесь я действительно переживал за героев, они мне были симпатичны. Рей была вообще, я считаю, возможно, главная звезда всего этого фильма, она была великолепна. Дэйзи Ридли восходящая звезда, это реально будет звезда, и она была безукоризнена в своей роли, и даже больше, чем Джон Баега. Их дуэт, он абсолютно органичный, они абсолютно, вот, ты видишь, это друзья, они стали друзьями вот в этом фильме, и в принципе они сразу отлиняются. Да, 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 ты просто хочешь находиться в их компании, и это правильно так и должно быть, потому что в таких приключениях ты хочешь быть с теми, кто тебе приятен, за кого ты хочешь переживать, и если кого-то из них убьют, чтобы ты реально рыдал, и если кого-то из них убьют, я реально буду очень эмоционален по этому поводу. Рей, Финн, Пода Мирона офигенен был фильм, что, кстати, насчет Пода Мирона вы думаете, если кто не помнит, Пода Мирона, это лёч, который выиграет в Ускаре. Да, я помню. Я его сначала не узнал, шикарно старался настрой. Ага. Ускаре закончили поизоматичную. Люксовая версия по есть. Не по... Люксовая? А, да, всё, я понял, я понял, это отсылка. Это отсылка к фильму Драйв, да, 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 Отлично, отлично, Борис. Да, кстати, вот, на мой взгляд, да, здесь был в этом фильме Хан Соло, но мне кажется, Пода Мирона это новый Хан Соло вот этой новой трилогии, потому что он тоже безукоризненный лётчик, да, он не контрабандист, и он довольно, у него моральный компас довольно такой, ну, прямой, то есть, он за хороших парней, но, в то же время, он такой уверенный в себе, такой харизматичный, и очень много всего умеет, в этом плане, он мне очень Хан Соло напоминает, и сам фильм его уже позиционирует, как лучшего лётчика, типа, республики, что он, в принципе, демонстрирует, там есть один офигенный затяжной план, где он просто летит, всех выкашивает, в небе, и на земле, и фильм просто наблюдает за всем этим, мне понравился просто этот длинный план, этот вот, без монтажа. Не фразу Фина, а кто этот парень, или чего он там принял? Нет, нет, он сказал, да, это вот, вот это я понимаю, типа, но там, наверное, что-то другое было, скорее всего. Хвалил? Да, да, да. Но он же не знал, то, что Па выжил, в общем-то. Да, он просто, вот, опять же, это добавляет ещё больше сил в этом моменте, потому что он даже не знает, что это Па, у него нет какого-то взаимоотношения, но он как бы всё равно признаёт этот вот скилл, и потом он уже узнает, что это Па, и они обнимаются, и ты вместе с ними хочешь подойти, обняться, а ребята, мы все живые, мы такие классные. Энергия путешествия, вот эта энергия приключения живёт в этом фильме, который долгое время я был лишён, но вот здесь действительно всё воскрешается в этом фильме просто. И фильм называется «Пробуждение силы», и ты действительно ощущаешь пробуждение силы «Звёздных войн», их воскрешение из пепла. Вот этот фильм, он как Феникс, просто взлетает и возвращает в мир «Звёздные войны». Это, наверное, одно из самых главных достижений, я думаю, этого фильма, что он всё-таки вернул «Звёздные войны» наконец. И сейчас Джордж Лукас говорит, что он недоволен этим фильмом, но, Джордж, посмотри на те фильмы, что ты снял в последнее время. Кто бы тебе доверил вообще хоть слово написать сценарий нового фильма? Ведь Джорджу Лукасу вообще не дали ничего сделать по поводу вот этого фильма. И поэтому этот фильм получился хорошим. Третья жизнь до смерти. Ну, серьезно, ну, третья. Ну, блин. Киллер. Как он? Примерно одним и тем же. Старкиллер Бейс, да? Да. Только теперь это больше. Там была «Дедстар» при «Старкиллере», да. Они даже юмористически обыграют это в самом фильме. Консола что-то говорит по этому поводу, типа, а, то есть она только еще больше, говорит, в этот раз. Ну, ладно, окей. Ну, ее же можно как-то взорвать, говорит. То есть фильм сам признает абсурдность этого концерта, и это хорошо. Потому что, если бы он это все на серьезных чах подавал, это было бы плохо. Ты видишь, что фильм знает, что это глупо, но, опять же, в этом фильме главное, вот многие заостряют на этом внимании. Да это прям, ну, сюжет, ну, прям под копирку с новой надеждой. Но это не важно. Здесь главное это герои, их путешествия, то, как они взаимодействуют. Здесь фильм этот живет в героях, не в сюжете, в героях, в том, через что они проходят, в каких-то более личных отношениях. А вот эти вот события галактического масштаба, вроде вот этой Старкиллер Бейс и так далее, это все, ну, мало значения на самом деле имеет. Это просто как плацдарм, который они сейчас построили, чтобы сделать... Просто отражаю, что злая сторона во всех звездных войнах не отличается оригинальностью. Они одну звезду построили, уничтожили, построим другую, такую же, уничтожили. В три раза больше. В первую, стоим такую же, ну, как больше. Понятно, что злая сторона здесь стоит на том же и своем. И такая же тупая, то есть упёртая, упрямая, тупая темная сторона. Вот так вот ее выставили. Я думаю, на самом деле, в этих вот, ну, в оригинальной трилогии сюжет никогда не имел много значения, именно вот это, большие вот эти события. Имели значение именно личной динамики между персонажами. то бишь взаимоотношения Люка и Вейдера и Леи в оригинальном фильме, в оригинальных фильмах. Значит, прихвел, даже ничего не буду про ней говорить, Форста Уэкинс, это опять же история людей. Это история людей, живых, настоящих, их каких-то тайн, каких-то поиска себя и так далее. Вот то, что имел. В приквеле взаимоотношения есть. Взаимоотношения, эти выражены между хромакеем и хирографией. Да. Не знаю, как кому, но мне очень понравилась отсылка к четвертому эпизоду, когда Финн с Ханом поймали фазму и Хан Соло спрашивает у Фина, где здесь мусоропроводят. Да, да, да. Или уплотнитель мусора. Да. То есть бросить ее туда, типа. А ты уловил эту отсылку, где Финн копается в каком-то сундуке внутри с около тысячелетия, и он достает оттуда вот этого робота летающего, на котором Люк тренировался лазеры отбивать. И он так его выкидывает, типа, и нашел, и выкинул сразу. Это такая была именно элегантная отсылка. Но там есть более такая неуклюжая, где он случайно включает космические шахматы, и они там ходят. И на ней довольно долго времени задерживает камера, мне вот это не понравилось. Они как будто прямо ее форсят эту. Типа, смотрите, а вот это было в старых фильмах, ребят, мы помним. То есть это было немножко неуклюже, на мой взгляд. Вот. Ну так вообще, в плане отсылки, я думаю, это довольно так, ну, терпимо все это было. То есть не слишком много фан-сервиса было, на мой взгляд. Довольно много было свежего, и довольно даже экспериментального в чем-то. Черт, я слишком развращенный, если у меня фан-сервис ассоциируется с полосатыми панцов. Да, ты слишком развращенный. Ты слишком развращенный. Да, да. Ну да, фан-сервисов не так много, на самом деле, было, как можно было бы ожидать от Джи Джи Апринс, потому что его второй старт-трек, он просто был забит просто под завязку этими фан-сервисами. То есть, там даже было that kind to kind to семь. А я все ждал это It's a trap когда будет. It's a trap или Крыловушка. Бен, Бен, я твой отец. И, кстати, мне понравилось то, что они вот этот поворот с тем, что хан его отец, они не подают это как вот poum-pum-pum. Они это где-то в начале фильма просто Они сделали вброс Ну, ты такой, ну ок. Они просто, да, они просто упоминают, говорят, верни нашего сына. Он пришел на темную сторону, он сделал тот и тот. Все. Никакого поворота из этого не сделали, не стали это эксплуатировать как-то. И это очень здорово, это очень умно. И ты видишь, что фильм не полагается на вот эти вот шокирующие повороты вот эти. То есть он более такой в этом плане сдержанный, этот фильм. И насчет по-другому акцентироваться более... А как там сама режиссура Джей Джей? Мне режиссура очень понравилась. Я тоже тоже остался. Очень понравилась, потому что он здесь столько интересных кадров находит, интересных каких-то облетов камеры. Затяжных дублей здесь много, достаточно. И где надо, он использует монтаж чтобы улучшить сцену. Ну, если я не заметил Джей Джей Абрамса, у него крупные, быстросменяющиеся планы и много бликов. Ну, такие засветы. Засветов не было в этом фильме. Ну, были, но не очень много. Ну да, да, да. То есть в тех же Стартреках он постоянно использовал. Это был как мем, что Джей Джей и его лендсфлееры вот эти вот. То есть все это блестит. Вот эти вот вот эти горизонтальные полосы света вот эти. Здесь есть немного, но очень сдержанно. Ну, здесь, по-моему, еще он очень... Да, ну и искры. Нет? Ну, искры он здорово здесь использует в этом фильме. Очень-очень-очень круто. Я даже должен сказать, что здесь, во-первых, дуэли, Лайтсейбер. Я считаю, между Рэй и Кайло Ренома это была одна из лучших дуэлей, что я видел вообще за всю историю Зазадохон. Потому что она настолько красиво была срежиссирована вот в этом вот... Вот в этой природной атмосфере, с которой мы все можем ассоциироваться. Это не какая-то лава, блядь, над которой они летают на маленьких дроидах, в которой мы вообще не понимаем, что происходит, как в мультике. Нет, здесь лес зимний, в котором я сам когда-то был. Я был в таком месте. Я могу понять, как это вообще ощущается. И через это эта дуэль гораздо лучше ощущается. Потому что они просто в лесу, бля, в зимнем. Дерутся их... И за счет этого пара, и за счет, ну, многих тех деталей, о которых я упомянул. И поэтому, да, вот за счет этого это одна из лучших, я считаю, Лайтсейбер дуэлей, которая была за всю историю Звездных войн. Я должен сказать, что бластерные выстрелы здесь одни из лучших, что я видел в Звездных войнах. И они попадают. Они нарушили приказ, есть же шуточный приказ для этих, что они не имеют права попадать. Мне просто нравится, как штурмовики, как броня штурмовиков реагирует на попадание, как они отлетают. Все очень здорово было реализовано. Ты ощущаешь, что это именно ощущение вот этого вот взаимодействия бластера с плотью, например, и как они... Ну, очень здорово все это было сделано. Опять же, на новый уровень вот это было возведено, я считаю. Именно бластерные перестрелки и взрывы очень здорово сделаны. Вот. И помогает тот факт, что все это люди в реальной броне реально отлетают в разные стороны, а не сгенерированные на компьютере балланки, которые просто... Ну, ты смотришь, как будто ты в компьютерной игре пьешь. Здесь действительно ощущалось какое-то ощущение войны, противостояние. это было здорово. Кстати, как вам вот этот мемный персонаж с этой, с разбежной такой хренью электрической, которая качает предатель и начинает... Он шикарный, он шикарный. Мне просто нравится сама идея того, что Фина, несколько раз за Фин называют предателем, потому что он реально с точки зрения первого порядка, он предатель. То есть, и это именно... они могли бы это даже не упомянуть, но ты несколько раз за Фин видишь, что его называют именно предателем. Мне кажется, это добавляет какой-то живости всей этой истории и какой-то аутентичности, потому что Фин-то мог бы и не упоминать это, и забыть вообще про это. Ты бы только сам помнил, что он предатель, но нет, Фин-то сам признает. Это тоже интересный был такой штрих, на мой взгляд. Не знаю, но немногие, по-моему, поняли в начале, когда Фин сказал, я не убийца, а потом, после этого, типа, начал убивать многие и этого просто не поняли. А-а-а. Типа он сказал, он не хотел быть плачом. Да, да, да. То есть, он же ведь имел в виду убийца, это тот, именно тот, кто безоружных убивает, да, и так далее. А тут он сам себя защищал, по сути. Тут это, как бы, иначе на войне не выиграешь. Нужно постоять за себя. Но да, то, что было в начале фильма, это совсем другое. Это была именно резня, бойня. Финн не хотел в этом участвовать. Казнь. Еще какие-то синонимы там есть. Да, но так или иначе. Это разные вещи. Конечно, хейтеры сейчас будут за все, что угодно цепляться, за что они могут цепляться, они будут цепляться, лишь бы хейтить этот фильм. На мой взгляд, очевидно, что это был охрененный фильм, который очень многое сделал, правильно. Конечно, не все идеально было. Я думаю, можно сейчас поговорить именно об этом. Что вам не понравилось в этом фильме, чтобы вы не сказали мне не понравился персонаж генерала, который ходит красно-серебристой броне, нифига какой-то непонятный, не раскрытый. Я все ждал, как он шлем ходит, снимок пока. Капитан Фазма имеешь в виду? Я не помню. А, Фазма? Вот. Еще к чему, как бы, не внушает ничего. Совершенно. Такая вот... и... 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 что там. Ну, пока, Борис, ты можешь сказать. Ну, вроде, только претензия к Фазме, просто в тизерах ее показывали, а тут она как-то в мусоропровод скатилась. Да, на ней очень много маркетинга было завязано, и игрушки с ней были сделаны очень многие разные там, игрушки с ней. И да, у меня... Ну, мне кажется, что она еще будет. Да, да, но вот этот именно фильм нас в этом плане обманул, потому что мы ее видели почти столько же, сколько Люка мы видели. То есть, она, в принципе, за этим ничего не сделала крутого, она только подошла к Фину один раз, сказала, тебе не приказывали что ты шлем, и так далее. Он, по-моему, сказал две или три фразы всего за фильм. Нет, ну, она сказала его фраз пять, потому что потом ее используют, чтобы отключить щиты, и она говорит, ты еще пожалеешь об этом. И называет его порядковый номер там. Ну, еще она говорила, что он растился именно под моим присмотром, он из моего отряда, там она говорила. Но, чего-то именно сделать, она зависим вообще ни хрена не сделала. То есть, это абсолютно бесполезный персонаж. Но да, я с тобой согласен, я абсолютно уверен, что дальше она гораздо сильнее раскроется, и она будет больше ее будет в фильме. Я даже думаю, будет сцена, где она снимет шлем, и мы увидим актрису, которая ее играет. Гвендолин Кристи из Игры Престолов. Да. Это, конечно, да, это было странно, что ее так мало было. Я только потом это понял, потому что в этом фильме столько всего происходит, ты даже не успеваешь опомниться. Но потом ты такой вспомнил, что, чёрт, я же в фильме вообще не было, какого хрена? Я же рекламировали как вот эту крутую женщину, капитана. Впервые в серии такого вообще никогда не было в серии, чтобы женщина-капитан была какая-то. То есть... Да. И еще что-то. И главную команду, ну, не то, что главная команда еще, командующая в тюрьме достелении или еще чего-то. Я сейчас, что на еще минусы не больше ничего не нахожу, только кроме плюсов. Да. А, ну, вспомнил ты что-то? Нет. Нет, но я могу вспомнить, какие минусы. Ну, во-первых, да, я отнесу к минусу немножко слишком, наверное, хоть я это уже и оправдал в ходе этого подкаста. Ну, о чем ты не говорил еще? Ну, вот нет, вот в плане именно вот того, что немножко слишком много наследует от новой надежды этот фильм. Именно вот с этой звездой смерти, опять же, слишком немножечко полагается чересчур на все это. Мне, вот это я не совсем рад этому. И один из минусов, я бы сказал, это вот фильм начинается с чего? С того, что мы видим Рей, да, на этой планете. Все такое, практические эффекты, кругом компьютерной графики нет. Но в какой-то момент в фильме начинается период, где действительно много компьютерной графики начинается. Например, вот эти вот существа, которые по новому кораблю Хана Соло бегают и сжирают всех, да, и немножко в CGI в CGI-фест такое уходит немножко фильм. И слишком отстраненность идет от реального ощущения локаций. Когда они прибывают уже на вот эту зеленую планету, вот в этот бар, где персонаж инопланетный им все это рассказывает, Масканат, или как ее там зовут, да, или что-то в этом роде ее зовут. Вроде да. Масканата будем ее называть. В этот момент фильм обратно возвращается на приземленность, именно на локации, там Рэй бегает в лесу и так далее. Все такое опять настоящее. И практически эффекты возвращаются обратно. И дальше уже фильм более-менее справляется с тем, что не налегает на компьютерную графику. Вот этот определенный там есть промежуток где-то 10-минутный или даже больше, где немножечко заигрывает слишком с компьютерными. У меня уже начинались флешбеки приквелов к тому времени. Я уже немножко... При первом просмотре я вообще этого не заметил, но при втором просмотре я уже понял, а, что-то я теряю связь с фильмом, я теряю connection. И у меня начались флешбеки приквелов. Вот этот синдром зеленого экрана. А я зеленый экран. А? Джадж такой влезает в кадр потихоньку. ломает четвертую силу. О, кстати, хорошо, что вы не муны. Это было бы самоубийство со стороны Джей Джи Абрамса, мне кажется. Прикинь, снимает маску этот Кайло и такой Джаджа. Уже были мемы. Твоя, твоя убивать. Да, да. Есть даже теория, что Джаджа Бинкс был главным ситхом приквела, потому что это на самом деле он всем рулил. И что приводит в аргумент то, что это именно Джаджа Бинкс отдал власть Палпатину, короче, когда... он не нравился. Да, он типа смешной, веселый. Мне тоже он нравился. Я не... Смешная стена звездных войн, а другое. Он наступает на какашки, он все время раздражает своим голосом, своим тупым поведением. Там много сцен с ним, которые связаны с какашками и с пердением. Это ужасно. Это абсолютно низший слой юмора, который можно придумать вообще. Поэтому они потом его сделали частью Сената. Частью правящего. Это было... Это плохое решение. Это, знаешь, как будто Лукас просто плюнул в лицо всем, кто говорил, что ему нравится Джаджа. Он просто взял его и в Сенат. Типа, ну-ка, что теперь против Джаджа имеете? Типа, вот вам нравится, а я его сейчас вообще сделаю чуть ли не самым главным чуваком в Галактике. Потому что реакция на него сразу негативная последовала. Сразу. То есть дети его любили, но все взрослые фанаты Звезды войны, они плевались о Джаджа с самого начала. И никому он не нравится. Еще минус седьмой эпизода Империя один раз попала. Ну, такое себе. Империя один раз попала, что-то я не понял тебя. Ну, да. Ну, и теория не должна попадать. А, но они там вообще-то попадают много раз за фильм, потому что они уничтожают сразу несколько планет. Анимазер. То есть демиджные жители. Демидж большой, на самом деле, оказывает здесь первый порядок. Ну, он в среди минусов. Именно когда уничтожение этих пяти планет не знаю, это сильно впечатлило. Мне тоже, потому что, во-первых, мне понравилось, как лазер просто в ходе своего пути начинает расслаиваться в разные стороны. Мне показалось, это очень клевая задумка. И вообще, реализация его, как он летит сквозь космическое пространство лазера, мне визуализация очень сильно понравилась. Как-то это казалось такое именно по-настоящему. Это не был какой-то идеальный лазер такой, знаешь, как вот, я не знаю, как лазерная указка какая-то, а он именно был какой-то такой, ты чувствуешь, как космос сдавливает его, чтобы он не распался на части. Было ощущение вот этой силы какая-то, как будто она летит. И сам эффект, когда планеты разрушались, тоже очень здорово был сделан. Мне понравилось это. Среди местов я еще упомяну то, что некоторые шутки на втором просмотре для меня не работали. То есть, я сейчас не могу их точно назвать, эти шутки, но где-то процентов 20 шуток или даже больше уже не так. Я уже не смеялся. Какая шутка будет сработать два раза? Она и должна быть, чтобы с первого раза сработать и все. Ну, например, шутка с зажигалкой, где он выдвигает зажигалку и делает, типа, ему жест класса лайка сработало для меня два раза. Для меня, в принципе, многие шутки сработали два раза. Я просто думаю, что я, наверное, слишком рано его пересмотрел. Им надо было все-таки ему дольше одну зажигалку. Второй раз, он не выходил, да? Да, я... Как я его посмотрел, я его посмотрел, потом сразу в командировку я уехал, и после командировки первым делом я сразу пошел его опять пересматривать. То есть, это был раз размет в неделю где-то. Ну, я пересмотрел практически по одной причине, чтобы посмотреть его одному на следующий день, типа. Без комментаторов. Да, без... без... без идиотов. я пошел один на следующий день. Поэтому я всегда хожу один, чтобы у меня не было вот этого вот фона какого-то. А я, второй раз, наверное, пойду с братом показать ему, потому что я ему до этого все шесть эпизодов показал насильно, но ему понравилось внутривенно. Тут сейчас показать ему нужно, чтобы он понял, что как круто это все. Да, приобщать своих младших каких-то там братьев и так далее, чтобы они просто, ну, знали, что такое Зазнавание, то есть здорово. Поддерживаю тебя в этом плане. Что с нами будет Виталию посадить. Да. Виталий, кстати, наш общий товарищ не одного Фимиш, да, Зазнавание не смотрел до сих пор, кажется. Сколько ему лет? Ему лет даже больше, чем мне кажется. Сколько ему? 20. 2, 23, 24. 24, 25, 24, но он на один год больше, на один год больше, чем мне. Он до сих пор не смотрел. А он властенько лет смотрел? Да. Я не удивлюсь, ну, смотри, ладно. Тогда это был бы вообще просто капитальный зашквар. Но туда алюминий не будем плавить. Ну, для вливания в анус. О, нет. Пока что только оловы. я вот этот акт приобщения сделал с помощью того, что своему племяннику, младшему, подарил штормтрупер из Force Awakens на Новый год. Ему очень понравилось, он был в восторге в абсолютном от штормтрупера. и... Рок, я тоже на Новый год положил Рекса, капитана. В мультике он был обыгран хорошо. Тоже этот самый склон, когда еще была республика. Тоже все внесся, маленький такой, сантиметров 10. Но... И ты мне еще показал, что ты подарил ему лего-набор. Это уже не я, это было. Водители подарили ему. Вот этот драндоцикл Рэй. и... И самарей. Самарей, да. Задоровский он. Прикольно, да, у него створочки открываются. Я сам с ним не хочу крадать по... По Домирону? И к свинке его? Да. Ну, кстати, по-моему, он и есть. Там я видел даже в игрушечном магазине Millennium Falcon и по Домирон. Millennium Falcon, ну, че ты... Millennium Falcon, я сказал. Ну, да, но... я имею ввиду его цену. Цену? А, ну, да, он стоит охрена, но... Вы олеговском или о Цуком Плэсмос? Они все, они все дорого стоят, чувак. Они все, кажется, чисто из-за бранды дороже стоят, чем нужно. Особенно тут Йода. Йода, которого я запастил за 169 тысяч тенге, это просто кошмар. с лицом как будто его анально изнасиловали. Вот, если бы не лицо, ладно, но лицо, ну, посередине. Он страдает, понимаешь. А сами, понимаешь, его лицо в первом эпизоде? Скрыто угрозит. Во-первых, его было там два. Был сначала практический эффект, а потом его заменили уже в новой версии на компьютерного Йода. И практически Йода был ужасен. Хорошо, что его заменили. То есть, практически Йода из оригинальной трилогии самый лучший. Самый лучший. Но почему-то они не смогли его реализовать обратно таким же для скрытой угрозы. Там какой-то вообще ужасный был. Просто Йода. Это там, да. Из минусов, из минусов. У меня что-то еще было, я не могу вспомнить. На самом деле, на самом просмотре для меня очень много минусов у этого фильма вырезано. Поэтому я сейчас сразу говорю, что я оценку ему скинул на пол балла и теперь это четыре с пяти. Изначально это были четыре с половиной. Почти был идеален. Может, ты третий раз не будешь пересматривать, чтобы еще пол балла не скидывать? Нет, ну нет, я, во-первых, я не буду пересматривать его в скором времени. Я хочу, чтобы он еще послежее был сейчас, когда я его буду смотреть. Но, да, какие моменты не так понравились. А если по десятибалльной шкале? Ну, это восемь, получается. Я поставил девять. Для меня это восемь, потому что все-таки немножко недостаточно. Для меня восемь с половиной, девять. Для меня был немножко недостаток оригинальности, да? Какой-то недостаток был оригинальности, вот именно в плане вообще структуры этого фильма. и кое-какие шутки для меня не работали, пожалуй, потому что в этом фильме действительно очень много юмора. Кое-где второй раз уже не сработал для меня фильм, и немножко казалось, что могли получше кое-где сделать или отказаться от каких-то шуток, просто в пользу более серьезного тона в каких-то моментах, чтобы как-то уравновешивать посильнее серьезность стороны фильма все-таки. Но так в целом, в целом, опять же, очень многообещающее начало новой трилогии, потрясающее, я бы даже сказал. Действительно, сейчас восьмой эпизод будет снимать Райан Джонсон, который один из моих самых любимых режиссеров, это режиссер фильма Кирпич и Лупер, если кто помнит Лупер с... Нет, разве? Там, по-моему, Петля Времени. Лупер, это и есть Петля Времени. Да. Вот. Ну, Петля Времени вроде мне не очень. Я в восторге от этого фильма, я его обожаю. То есть, другую часть снимать будет уже нефигно. Он хороший. Джей не будет снимать ни одной большей части, потому что он снял только эту и остальные раздали другие. То есть, здесь, опять же, повторяется традиция, что каждую часть снимает другой режиссер, как и было с оригинальной трилогии. Там первую часть снял Джордж Лупер, вторую снял Ирвин Кершнер и шестой эпизод снял какой-то чувак, я даже его сейчас имя не вспомню. Понятно. То есть, здесь, опять же, традиция даже в этом повторяется. Вообще, удивительно, сколько всяких параллелей можно провести. И опять же, из всех трех режиссеров, которые будут снимать новый фильм, Райан Джонсон, на мой взгляд, лучший. И опять же, я думаю, повторится судьба, и восьмой эпизод будет лучшим эпизодом новой трилогии, я так думаю. Я предвкушаю это, во всяком случае. Я думаю, что именно так и получится. Я думаю, он будет самый мрачный, во всяком случае. А сейчас ждать Rogue One? Сейчас ждать Rogue One, который выйдет в этом году. Да, большая надежда у меня на него. Думаю, будет клевый фильм. Не знаю, ничего не ждут, получил, что получил, вот и все. Не, там клевый режиссер, там клевый режиссер и видит, что вырисовывается опять хороший фильм. Точно так же, как у меня было причислено насчет Force Awakens, что все в правильном направлении движется. У меня есть такое же ощущение насчет этого фильма. Посмотрим, сбудется оно или нет. Да, но, в принципе, мы уже почти все обсудили. BB-8 был офигенен, с чего я начинал этот подкаст. Он был шикарен, он был офигенен. Все цены с ним на вес золота. Он очень хороший был этот комик-релиф такой. Он заменил и C-3PO, и R2-D2. Он их обоих вообще офигенно заменил. Я думаю, в принципе, станет новым дроидом, новой трилогией и это будет здорово. Точно так же, как Рэй и Финн будут новыми героями, положительными. Много, кстати, много загадки осталось все-таки. Кто такая Рэй до сих пор непонятно? Кто такой Сноук непонятно? Каким образом он завершит обучение Кайло Рэна тоже непонятно? Очень много тайн осталось. Это здорово. Это заставляет еще больше ждать следующим. Я вот думаю, вот Чубака, он останется с Рэй как второй пилот или уйдет все-таки? Я думаю, останется. Я думаю, останется. Я думаю, они будут вместе, кореша. И еще там будет с ними Финн. Финн будет на турели, чувак. Он офигенно стреляет из турели. И с ними BB8 будет гонять тоже. Вот я не уверен, вот с ними R2-D2 прилетел на ту скалистую, точнее, на ту планету. На ту скалу R2-D2 с ними прилетел, не BB8. Это было интересно. Это было интересно. Мне просто теперь интересно, R2-D2 останется в серии на тех же правах, на которых он был раньше. То есть, один из главных друидов, или все-таки он будет такой, как Божий. Может, Чубак попросил его, чтобы отомстить в шахматах? Не знаю. Не знаю, но... Будет интересно, конечно, все это увидеть. Сколько себе 3PO будет? Вот, кстати, интересно, они сделали в этом плане, что они убили Хана Соло, который занимал нишу вот этого вот постоянно присутствующего старого персонажа, да? Я думаю, теперь эту нишу в 8 эпизоде займет именно Люк, как он ему на смену придет. Потому что им нужно все-таки акцентироваться больше именно на новых персонажах, да? И они не могут себе позволить и Люк, и Хана Соло иметь, и всю эту гвардию старую. То есть, они не могут все время свой фокус в разные стороны направить. Мне кажется, они умно поступили, что убили Хана Соло, и они сделали это правильно, и драматически, и логично. И при этом он освободил тот рантайм, который займет Люк в следующем эпизоде. Мне кажется, они очень много вообще в этом фильме умно сделали. Они очень умно подошли ко всему. Понятное дело, работать над таким серьезным проектом спустя круговая нельзя. Молодь, подумали, прежде чем делать. Да, ну вот они подумали, они сделали очень много то, что Лукас не смог сделать приквел. Это ложануться можно было легко. Просто легче простого можно было ложануться. Можно было миллионов Баха тебя уже ненавидит. Кто? Баха тебя уже ненавидит. Что за Баха? Ненавидят. Баха, и тебя никто не... Баха. Спортно, он первый. Баха и тебя ненавидит. Джей Джей Абрамс смог просто стать Джар Джар Абрамсом на всю жизнь. Джар Джар Абрамс. Да. Но он не стал он выдержал этот тест, он сделал охрененный фильм с крутой режиссурой, с живыми диалогами, с духом приключения и так далее. На самом деле удивительно, как у них это получилось, потому что это было действительно миссия неуполнимая это была, но они ее выполнили. Поэтому хвала, а мои аплодисменты. Это единственный... Это мой итог, второй фильм за весь год, за 2015, на который сходил в два раза в кино. После первой. Безумолевым годом. Тво-первых, да? Да. На второй раз. Поэтому я очень доволен тем, что не знаю, какие-то пройду еще на английский дубляр все-таки хочется. И так, или дождусь все-таки. дубляры. Английский дубляж, как сказал, интересно. Ну, как дубляж. На оригинал. На оригинал. Да, в оригинале будет вообще сказка, потому что там многие диалоги лучше станут автоматически. Многие шутки лучше будут уже заезжать за счет этого, за счет голосов оригинальных и оригинального скрипта, который написал сценариста. Поэтому, да. Может, еще и возрастет обратно до 4,5. 5 он точно для меня не станет, потому что у него нет... У него многие минусы здесь есть, которые, ну, не делают для меня его идеальным фильмом. Уже никогда не... Он не станет такого. Но... 4,5 еще, может быть. Мне кажется, одну из шуток, я догадываюсь, которая тебе второй раз не вкатила. Потому что она мне тоже не вкатила. Когда Рен убегает, туда Рэй убегает, Кайло Рен заходит в комнату, не видит ее, начинает все крушить и приходят два штурмовика. Нет. Она мне заехала оба раза. Мне понравилось еще. Опять же, это именно то, о чем я говорил, что они применили юмор успешно к такому серьезному и темному персонажу. Просто этот момент, где он рвет и мечет и два штурмовика просто такие, ой, епта, пошли отсюда, пока нам не досталось. Мне понравилось. Только под горячую руку не попали. Да. Просто мне нравится, что сама постановка кадра, что есть вот эта дверь и из нее летят искры. Просто искры летят отсюда. И ты догадываешься, что там происходит. И вот эти два штурмовика такие, опа, пошли отсюда. И Кайлорен орет охрана. Охрана! Это было здорово. Мне очень понравилось. Ну да, но какие-то я просто сейчас не могу точно их вспомнить. Но есть там определенные шутки, без которых фильм лучше бы стал, на самом деле. Но сейчас я не могу их вспомнить. Ну да. В целом, какие-то последние впечатления, ребят, какие-то последние слова, я думаю, можно закрывать в нашу дискуссию. Сценарий написан сразу к трилогии? Или кто рассказал фильмы? А, ты имеешь в виду, запланировано ли все сразу? Я не знаю, чувак. Я думаю, ни у кого нет этой информации, потому что вот все, что касаемо Звездных Ваней, сейчас под таким замком держится. И даже самые передовые блогеры, которых я читаю, они не знают вообще, что там происходит и как это делается. Но я думаю, знаешь что? Я думаю, общая линия есть. Общая линия. Чем это кончится? Чего произойдет? Какие события? Скелет, короче. Да, скелет есть. Но мясо, оно, думаю, всегда будет импровизироваться во многих случаях. Главное, что скелет есть. Скелет, я думаю, да, есть. Я думаю, он уже давно был создан. Я думаю, я даже слышал случай, что весь скелет уже был до того, как Джей Джей Абрамс пришел в проект. Ему просто уже показали наработки, что они хотят сделать. И только потому, что они ему дико понравились эти наработки, он согласился, изначально же Джей Джей Абрамс не хотел вообще в этом участвовать, потому что слишком большой груз был ответственности, и он был фанатом Звездных Войн и не хотел даже, он думал, что он даже не достоин что-то делать. Но он увидел просто эти наработки, он настолько этим воодушевился, что я думаю, там да, скелет уже давно есть. Ну вот, что там будет? Ну ладно, мое окончательное мнение по поводу Звездных Войн, Пробуждения Силы, я получил гигантское удовольствие от просмотра и жду следующей части. А мне жаль, конечно же, что ты больше не искал это по Кассе. Ну как бы, я не знаю, что говорить еще. Я не помню деталей. да, 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 ты же не фанат. Уссолить их, я не знаю, есть ли толк. Поэтому, ну, вы все сказали. Я, в принципе, все совсем согласен. Да, ну, ты не фанат, поэтому, как бы, ты не запомнил детали. Для меня здесь, да, дофига деталей, конечно, которые еще можно было бы усыдить, но я думаю, мы общие какие-то пульс нащупали наших мнений и как-то, в принципе, в детали какие-то тоже окунулись. Поэтому, да, Борис, что у тебя закрывающее слово по Звездному Войнам? Пробуждение Силы. Не знаю, хороший фильм. Ну, больше, можно сказать, на тени. Ну, да. Для меня это тоже был отличный фильм. Первый раз он у меня просто, ну, потрясающий был экспириенс, и никто у меня не отнимет тех воспоминаний, которые я получил. Хотя, да, я не сказал, рядом со мной сидел дебил, который перед тем, как фильм начался, начался, перед тем, как фильм начался, он 10 минут напевал тему Звездных Войн. Причем, не полностью, потому что этот, потому что этот Даун даже не знает ее полностью. Он знает только первый вот этот мини-кусочек. И он ее лупом 10 минут напевал. Потому что он не знает ее дальше, но он хочет петь дальше, понимаешь? И он как, и все это время он делал селфи, причем. Он делал селфи из себя в очках Хаймаксовских. 10 минут, Вот он себя фотографировал и напевал эту песню. Как ты его не убил? Как я сам там не умер, а так. Вот я не знаю. Потому что это была жесть. Это была такая жесть. И в ходе фильма он делал такие некоторые замечания, за которые мне хотелось его задушить. И юморил Петросянил. Он сидел один или с кем-то? Он сидел со своей подругой, которая такая же дурная, как он. Которая потакала всем его юмористическим спазмам. Каждый раз, когда он пытался пошутить, она поддерживала его и смеялась над его несмешными шутками. Я только надо стерилизовать пока не буду. Да, обоих. Слушай, можешь хотя бы одну сказать. Это мне интересно. Что он там? Какой коммент оставил? Что он говорил? Во-первых, когда Люк вернулся, он сказал, ой, Люк вернулся, гандон. Ты чё к чему? То есть... О, боже мой. То есть тут либо убить его надо было, либо я не знаю, что с ним сделать надо было. Знаешь... И... Тащи, дожди. В принципе, если я сейчас напрягусь, я, может, еще и вспомню какие-то другие шутечки, которые он там закинул. Но это все было убого достаточно. Но, несмотря на это, я получил незабываемый экспириенс. То есть 7 был настолько хорош, что даже вот эти все люди, раздражающие вокруг меня, не могли его испортить. Поэтому... А какие ты места предпочитаешь сзади? Центр. Центр. Тут самый центр, какой есть. Я пытаюсь его сюда найти и сесть там. Ну, там и пытаются сесть и дебилы с раком мозга, и дамочки с детьми. Все знают фишку. Просто нужно тихо им сказать, что самые лучшие ряды – это впереди. Ну, да, впереди, да. У меня, кстати, был экспириенс просмотров в самом первом ряду. Это было ужасно. Я смотрел Алису в стране чудеса. Ты все не по центру? Даже не по центру? У меня такой же был опыт, у меня смотрел турецкий гамбит. Я думаю, неделю отходил, у меня шея болела. Да, ты все время смотришь вверх, как дебил. Как будто на Ленина, на Старина, на трибуне. Такой, опа. Да, да, да. С открытым ртом сидишь и смотришь. На Дауна похож. Да. Коим ты и являешься, раз сел на первый ряд, в принципе. Да, там места нет больше. Да, еще здесь-то. Я уже рассказывал, наверное, эту историю. Тебе, во всяком случае, Джек, наверное, точно. У меня был удивительный случай, когда я пошел на Интерстеллар, на вечерний сеанс. Весь зал был занят, кроме самого центра было. Одно пустое место. Самый центр в среднем ряду. Вот который вот может центр... Такой над ним, значит, свет такой... Да, и он был свободен, понимаешь? Потому что многие же ходят парочками в кино, то есть по два человека. И, видимо, так получилось, что по бокам две парочки сели, а вот этот центр никому не нужен был. Потому что туда никто не может сесть со своей второй половинкой, которая такая же дебильная, как он сам. Там на нем на кресле не было, больше это Стас. Нет, не было. Но так получилось, что я попал прям. Это было гениально вообще. Я посмотрел в самом центре Интерстеллара. Это было, конечно, неописуемо круто. Ты как пазл такой... Исчез такой... Как в Тетре. Не, знаешь, это вот... Это как был же вот в Звездных войнах, в конце, где они стоят, последний кусок карты вот этой галактической, где Люфы найти. Вот точно так же я в этот пазл. А, кстати, вот. Это как в Тетре. Ну да, да. Один из минусов, кстати, я вспомнил. Вот эта визуализация карты, она мне кажется такая примитивная, для самых даунов сделана, чтобы все поняли, что происходит на экране. Вот этот пазл такой, знаешь, так вставляется. Это было настолько очевидно. Ну, в этот момент был несколько... такой... ну, театрализированный прям. Он был абсурдный даже. Потому что это настолько... То есть у нас нет последнего отрезка карты. Ну, здесь есть такой прям вырез, как подходит прям вот как будто туда последний кусок, и так можно было вставить без... без вот этой карты. То есть, и она еще так встает, знаешь, вот не просто она появляется как голограмма, а там типа новая карта вот эта. Она прям встает туда, знаешь, вот так как будто кто-то пазл вот эту там вкладывает. Они прям это все так буквально визуализировали, чтобы даже самые недалекие ребята догадались, что вообще происходит, что они делают здесь. Это было настолько очевидно. Вот это один из таких минусов, которые я сейчас вспомнил. Один из нескольких минусов, конечно. Из-за одного такого пазла я бы не сбросил полбала, конечно. Но да, там были еще такие моменты немножко очевидные, которые я думал, можно было бы немного зрителя поуважать посильнее и дать ему самому додуматься. Кстати, сама маска НАТО, вот эта, которая, ну, вы помните ее, которая владеет этим заведением, мне она не понравилась, потому что, во-первых, она компьютерная, единственная во всем этом заведении, она компьютерная. Я думаю, не было никакой причины делать ее компьютерной. Можно было сделать грим. Какой-нибудь офигенный, практически грим, который ты бы запомнил и который был бы реальным. зачем-то они решили сделать ее как голым, а полностью компьютерной. Никакой, ну, никакой не было надобности в этом. Ее можно было сделать реальной, там присутствующей. Так же, как и Сноука. Мне не понравилось, что Сноука сделали компьютерным. Да, это голограмма, но видно, что он компьютерный. Это не реальный человек, который там, голограмма. Он компьютерный. Вот это мне тоже не понравилось. Его сделали, как этого, Азок, вот в этом, в Хоббите, он весь компьютерный. Хоть он мне и понравился, как персонаж, вообще его присутствие, но он был весь компьютерный, мне это не нравилось. Здесь тоже самое сделали с Сноуком. Никакой надобности. Его озвучил Энди Серкис, и он участвовал в Motion Capture. Так вот, я думаю, что можно было просто Энди Серкиса использовать, наложить на него какой-то грим определенный и сделать его зловещим. У этого чувака, у него очень харизматичное лицо. Он очень круто может играть злобных персонажей. Почему нельзя было его использовать? Зачем это компьютерную графику было применять? Опять же, минусы сейчас всплывают, я их начинаю вспоминать. И вот, речь Масканаты, когда она говорит, что, когда они все сидят за столом, она говорит, зло, зло опять, вздымается над галактикой, придет война. Вот это, знаешь, вот это вот было слишком, это было зря, это не нужно было. Она, знаешь, как будто пародировала Йоду, которая вот тоже так изъясняется, вот так вот. И там даже есть момент, где она говорит, сила вокруг нас, она пропитывает нас. Она то же самое говорит, что и Йода говорил в пятом эпизоде. Мне вот это не понравилось. Не надо было на вот этого рандомного персонажа, владельца заведения, не надо было ему в уста вкладывать вот эти магические слова, которые когда-то говорил Йода. Это все не нужно было. Не нужно было сделать... Мне кажется, что она не очень рандомная. Да она... А как она не рандомная, она появляется, вот, мы ее до этого никогда не знали. Она вообще кто, какая она владельца заведения. Памятник стоит ей в этом заведении. Не в этом заведении, а в этих ацтекских штуках, короче. Так ты не понял, что эти ацтекские штуки есть в ее заведении? Ну, есть ее заведение, памятник, типа она центровая. Она сама себе его поставила. Нет, 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 нет. Из ее уст все это я не покупал, так скажем. И не нужно было из нее какую-то мудрую бабку делать. Было бы круче, если бы она была просто владельцей заведения, в которой там всякие преступники туда ходят, эти контрабандисты, она такая же, вся такая шальная. Ну, это, это, что в Уродина появилась. Понимаешь, мудрая бабка в очках, похожа на черепаха. Она всегда должна быть мудрая бабка в очках на черепахах. Просто, знаешь, я, когда на первый раз ее показывал, она такая, Ханс Волос, с каким-то подносом кричит. Я думаю, о, она будет такая крутая вся, колки, сказочная. Да, да, я думал, что она сейчас на него наедет, типа, где тот корабль, который ты у меня украл, там, или что-нибудь такое, там, там, твой должок, ты его не вернул до сих пор. А тут какая-то бабуля, которая рассказывает мне, что зло, опять над галактикой, значит, появляется, что грядет война. Да пошла ты в жопу! Кто ты такая вообще? Иди отсюда! Нет, 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 нет. И то, что ее персонаж весь компьютерный, мне тоже не понравилось. Поэтому... А с другой стороны, а на кого еще можно было вешать такой ярлык? А не надо было ни на кого, этого персонажа вообще не нужно было делать. Ханцоло сказал все, что должно было быть сказано. Он сказал, что джедаи, сила, все это было, все это настоящее. Все, больше мне ничего не надо. Больше мне ничего не надо. А кто мне меч бы дал? Ну, это можно было... Нет, она могла дать меч, она могла дать меч, но при этом не вешать. Но меч ее сам звал. Вот именно. Она пришла еще, начала все расусоливать. меч звал ты в его отца, теперь он зовет тебя. А я здесь, чтобы объяснить тебе это. Да, да, она экспозиция, она как раз именно то, что было в приквелах очень много, и то, что мне не нравилось. Она, вот этот призрак приквела, она компьютерная, и она много говорит. Она как агент из приквелов пришла туда. Это дань приквелу. Да, да, дань приквелу. Еще, ей надо было сделать, возможно, вокруг нее много шуток про говно построить, чтобы она еще и Джар-Джар-Джар-Джар-Джар-Джар. чтобы он открывал часы на карманной, такие, в ней была фотография Джар-Джар. Может, что-то ее был племянник какой-то там, или еще кто-то там, я не знаю. Какой племянник? Про-про-про-про-про-дедушку. Дедушка, конечно. А, ну, ты видел, какая она старая? Она древняя. 30 лет? Как черепаха тортила. А она выглядит, как будто она 200 лет жива уже на свете. Вот, поэтому маска НАТО мне во многом не понравилась. Хотя я против ничего не имею, но кое-где надо было убрать какие строчки. Потому что она такая, приходит, и как будто она друг семьи, она все про эту семью знает. Этот меч, он предназначен для тебя, возьми его. Какая тебе разница, кто возьмет этот меч? Иди, продавай бухло у себя в баре. Чем ты занималась все это время, пока герои не пришли к тебе. Бля, я не знаю. Маска НАТО. Но сам вот этот отрезок с этими галлюшинами очень шикарный просто. Такой переход плавный. Да. От одного к другому переход клевый, потому что сначала она весь коридор, она бежит по нему, потом падает где-то, видит этих рыцарей клана Рен, вот этого Ордена Рен. Кстати, мы о нем не говорили, ведь Кайло Рен это ведь типа начальников, там можно чуть-чуть увидеть там несколько отрывков с галюнами моменты есть, где он стоит, Кайло Рен, и вокруг него такие тоже ребята в шлемах похожих стоят. Это вот рыцари Рен, но о них будет, я думаю, в следующей части. В этой части почти про них ничего не говорилось. Вот. И поэтому Рен ведь что обозначает Рен? Это именно вот как раньше было Дарт, но сейчас Дарт вообще нет в этих новых фильмах и само по себе. Есть рыцари Ордена Рен, вот он Кайло Рен, то есть его имя по идее Кайло, а Рен это его звание. Поэтому да, здесь очень много таких деталей, ворлдбилдинг здесь офигенный, здесь чувствуется мир воплощенный, мир, в котором много персонажей, которые живы и что-то делают в нем, и всякие такие детали, которые тебе возможно не объясняют, но они там есть, и ты можешь сам догадаться, о чем они. Поэтому да, вот эти моменты экспозиции, они немного губили натуральный течение этого фильма, где вот даже вот между Леей и Ханом было много таких диалогов, где они объясняют, что было до этого, хотя я мог бы сам догадаться, что было до этого. Они начинают, или например, в самом начале, помните, когда он этого старика встречает Кайло Рен, тот говорит, как ты, говорит, постарел за эти годы, говорит, а тот начинает ему эту экспозицию, говорит, Кайло Рен, не твое, не настоящими, и в тебе больше света, чем тьмы, и он начинает всю эту хрень пороть ни с того, ни с сего просто, но это настолько неорганично звучит, то есть он начинает сразу экспозицию, нам про Кайло Рена немножко рассказывать, кто он такой, что это, что типа темная страна, это не его, что он должен тринуться к свету, он начинает это все просто с порога сразу вываливать, и опять же, у меня тут флешбеки начинались внутри, вот эти вьетнамские флешбеки, этих вот приквелов, я такой сижу с такими бешенными глазами, меня немножко потрясают, и ощущаю, что что-то не то происходит. Знаешь, как приступ эпилепсии. Да, 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 я просто начинаю эти, эти выставки, которые меня когда-то травмировали, мою психику, а это они начинают возрождаться. Это в Тахе было, это в Леснице Якова, я не помню, как звался. Джейкобз Леттер, да. Да, Леснице Якова. Да, то есть, когда вот герои начинают нести чушь, меня начинают трясти, когда они органично общаются, как люди, и сюжет органично двигается, я в порядке, и Звездные Войны меня такие устраивают, но вот, когда начинается эта экспозиция, меня начинает немножко трясти. И в этом фильме, к сожалению, было где-то моментов 5 точно таких, когда меня немножко потрясывать начинало от обилия экспозиции. Но в целом, они отлично справились с тем, чтобы отодвинуть экспозицию на задний план и показывать мир именно событиями, а не разговорами. Это было здорово. Да. 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 Что самое смешное, наша дискуссия более живой получилась после того, как мы выставили оценки. До этого я понял. Я говорил. Что-то еще есть, ребят? Какие-то моменты, которые, возможно, упустили, и вам хотелось бы затронуться, если есть такие? Ну, нет. Я вроде не. Нету. Ну, все тогда. Это, в принципе, была наша дискуссия в Force Awakens. Долго мы ее не могли записать по разным причинам. В частности, из-за моей командировки, которая не дала мне сделать это все раньше. Конечно, гораздо раньше бы вышел этот подкаст, если не моя командировка, но все-таки я рад, что мы его записали. И на момент записи этого подкаста фильм еще и до сих пор идет в кинотеатр. То есть это уже третья или четвертая неделя идет. Сегодня 2 января, можно так сказать. Да. Потому что неизвестно на момент записи 2, когда выйдет, я не знаю. А когда выйдет подкаст? Да. Ну, когда я его смонтирую, я смонтирую его, не знаю, за день или за два. Ну, посмотрим. 2-3 часа. Но фильм еще даже не стартовал в Китае. А это очень много денег, ребята, если вы не знаете. Это очень много денег. Поэтому я все-таки ставлю на то, что Аватар он сбросит с трона данный фильм. Ну, посмотрим, посмотрим, что там будет. А что ж, когда на этом все, ребята, спасибо, что слушали нас. Спасибо всем, кто сегодня был со мной здесь. Всем, кто был здесь со мной сегодня, чтобы обсудить «Звездные войны», это Борис Блохин, наш первый гость в истории разговоров о кино. То есть, сегодня ты просто получил титул, который у тебя уже никто не отнимал. Ты был в 5, кто пришел в гости к нам. Ты у нас первый. Да, ты у нас первый в нашем подземелье. Первый. И это первый подкаст, где мы институт фильма обозревали, как такое именно. Потому что еще не было никакого такого, кто бы такой честь бы заслужил от Пафина. Да, только живет слишком круто. было столько хайпа и столько и фильм действительно оказался настолько заслуживающим этого хайпа, что мы не могли проигнорировать этого. И лично я очень просто хотел высказаться по поводу этого фильма. И вот меня многие люди спрашивали, что я думаю, вот через этот подкаст я думаю, они смогут теперь узнать мое мнение полное. Конечно, не полное, но какое есть. Что ж, все. Давайте, пока, наверное. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok